Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, уважаемые зрители! По времени получилось почти 2 месяца на первом этапе, но чуть меньше, это до моря от БАМа. И дальше по морю, соответственно, в горы и сплав Паучур, там еще полтора месяца получилось. То есть чистого времени в Тайге получилось где-то 3,5 месяца. Ну, плюс еще и дорога. Ну, соответственно, по километражу я не могу точно сказать. То есть подъем от БАМа к горам, там где-то километров 100 всего, это вверх по реке. Потом сам перевал и дальше сплав по Уде, там, наверное, километров 500, не больше, там недалеко. Там единственная сложность, это вот эти завалы в начале, которые, собственно, сильно все это затормозили со страшной силой. В связи с этим все кончилось и ротва, значит, соответственно, и как бы рассчитано было на полтора месяца, ну, это максимально, а получилось 2. Ну, хорошо, рыбы было много, так что мы не голодали. А так, вроде как ничего особенного. То есть сплав Паучура потом еще был, это порядка тысяча... Паучура, нет, там не тысяча, там где-то порядка 700 с небольшим километром. Я потом уж посмотрел, я же не собирался в Паучура-то сплавляться. Изначально была задумка сплавляться по Маймакану, потому что я там уже сплавлялся, от него можно было сделать 3 выхода пешком, там в горы, пару выходов, и один выход на кондер. Интересное месторождение. И потом, если дальше спускаться, то прямо в Усть-Майю попадаешь. Усть-Майя это районный центр, из него удобно уезжать. Ну, по Уде мы натаскались с этими завалами, значит, и когда вдруг выяснилось, что можно доехать до Учура, но Учура все-таки значительно лучше, как я себе представлял. Потому что я был на Учуре, где-то середина пути, где-то и вниз. Ну, раз такая возможность есть, ну, чего же не доехать до Учура на машине, собственно говоря. Поэтому решили от Маймакана отказаться, а спускаться по Учуре. Но на него карты были, так сказать, местами. Ну, и сад камней вот этих на Учуре оказался полной неожиданности совершенно, потому что, в общем-то, как бы к этому не были готовы. Нам Эвенки сказали, говорит, мы тоже бы с вами поплыли, да камней много. Ну, понятно, камни. Ну, какая же река без камней? А когда мы увидели, мы поняли, что такое камни. Это громадные луны такие, в общем, окатанные. Вот она между ними вот так вот. Да. Ну, там видно, в общем. Да, в общем, это, конечно, село. Да, и поэтому вот они так ко всему относятся к камням. Там порядка 20 километров, наверное, получилось вот этих камней. Где-то 2 или 2,5 дня вот на эти 20 километрах. Это вниз по течению, так сказать, ушло. Да. То есть, так сказать. А потом этот, помнишь, оленевод? Говорит, да, там, говорит, водопад есть. Я говорю, где, на самой реке или на притоке? Да, на самой реке. Я говорю, большой водопад. Да, нет, нет, вот такой вот. И мы чуть-чуть в него не влетели, представляешь? То есть, все, из-за поворота мы выплываем. Ну, тут что-то бурлит, но видно, что слив нормальный совершенно. И вдруг вот он. Буквально в 5 метрах, значит, из горя по полу удалось отгрести. Тут такая заводинка небольшая, и не следить в этот слив. А, все, а ты его потом показывал. Да, я потом боком лодку провел, значит, и потом показал. То есть, там такой приличный слив, еще и валун лежит, в общем-то. Может быть, и проскочили бы, но надо легко, что не факт, в общем-то. У нас широкая лодка. Лодка большая, тяжелая, в общем-то. В самом начале практически сплава, то есть, полная лодка еды. И мы еще сидим и снаряжение. Испугаться успели? Нет, испугаться-то не успели, в общем-то. Но если бы влетели, могло кувырнуть, в общем-то. А так как у нас, в принципе, лодка, она не приспособлена для переворота. Поэтому мы плывем осторожно. То есть, у нас все разложено. Что значит осторожно, в моем понимании? Это значит... То есть, без поджилета плывешь? Да, без поджилета, в болотниках я плыву, в общем-то, и в сапогах. Если, так сказать, впереди что-то бурлит, ну, что-то непонятно, то мы причаливаем, я вылезаю и смотрю обязательно. Вот, на неизвестных, на таких местах. Вот, это называется осторожно. То есть, не лететь, как ни попадя. Ага, заранее все. Да, и поэтому мы несколько, там, два порога, мы это, два помысла переносили. Потому что видно, что, ну, не проехали. Вот мне интересно, почему вы их переносите? Там что, нельзя провести наличивее? Ты знаешь, местами нельзя, да. То есть, вот она сходится в узкую, так сказать... Да, да, узкая такая теснина, значит, все бурлит, еще посередине лежат камни, в общем-то. То есть, проплыть нельзя, ясно, не успеешь увернуться от этого камня. Просто, потому что очень быстро. А провести негде, просто стена. Понятно. А вот еще интересно, почему, когда ты идешь и тащишь лодку бичевой, вот, в этом, в руке просто? А почему не петля через плечо? Да, ну, да, в руке. Усилию это нет особого. Даже хорошо груженая лодка, в общем, достаточно легко. Ну, вот так вот бичей как-то и сам. Нормально идёт совершенно, да. То есть, это настолько проще, чем тащить груз. Ты представляешь, сколько там груза? Ну, это даже не обсуждается, да. Нет, нет, это как раз нормально. Единственное, что, где, конечно, там вот сильные эти буруны, там вверх, но там приходится упираться. Ну, вот, ну, где, когда поднимались, тут были единственная сложность, очень скользкие камни. То есть, как корова на льду, просто совершенно невозможно. Как это растение? То есть, там выше эти старатели и вот эта мелкая связь, видимо, то ли водоросли какие-то, то есть, ну, как мыло бы намыленное. И то есть, в некоторых местах, где побыстрее течение, то есть, большую верёвку у нас 20-метровую, она дальше стоит, там тащит, значит, а я здесь её вдвоём протаскиваю. Вы это снимали? Нет, это как раз не снимали. То есть, ты сама не снимаешь такие моменты, потому что не до съёмки, как говорится. Вот, снимаешь в основном те моменты, где всё это легко, просто, где там можно спокойно поснимать. То есть, а здесь вдвоём вот так вот? Да. Да, на длинной верёвке, ну, и там и скользкие, я там её тяну, а меня наоборот туда, потому что это, ну, клодки, потому что очень скользкие камни, я думаю, действительно невозможно. Там надо найти какое-то место, а если это просто вот горизонтальное, так, выположенное место... Интересно, невы что-то, да. Да, невы что-то просто упорник. И съезжаешь, и всё, там я там так нырнохар, пока вверх торчил. А там в чём как, если ты спотыкаешь, соответственно, лоска начинает уплывать, значит, её, ну, не отпускать же её, она же уплывёт, значит, соответственно, тебя за этой лоской тачат. Ну, да. Ну, это, конечно, я понимаю, кадр был бы хороший, но как тут, не до этого. А не на страхует. Ну, на страхует, она там на берегу. Ну, да, это у кого-то. Ну, да, ну, наверное, внизу выловит холодной трубкой. Нин, а что для вас самое сложное было вот в этом путешествии? Были какие-то моменты, вот, физически сложные? Да нет, ничего не было. Вообще ничего? Всё, как? Ну, какие-то, может... Я что-то не помню, что мы так сильно уставали. Потому что в основном сплав, ну, что там, это, понятно, вот, только перевалили, там, вот... Ну, потаскали немножко. Потаскали там, вот так. А там это и... Через перевалы, вот через этот, через завалы, как-то. Да, через завалы, там, конечно, и потом, это, уда, например, река, там, там сплошная пойма. Думаю, как там вот, даже когда домики там, вот, местные жители ставят такие, как охотничий домик, их всё время замывают. Да, потому что там нет террасы, совсем, совсем нет террасы. Всё, сплошная пойма, и пойма очень заваленная, в общем-то, там, ну, как всегда. То есть там буреломы, ямы какие-то, то есть непроходимая совершенно. Ну, как говорят, что в Сибири, это, самая хорошая дорога, это река. Поэтому её вот используют и летом, и зимой, в общем-то, вот, ровная. А остальное всё это сплошной бурелом. Да, но вот это пойма бескрайняя совершенно, вот в этой удее, это просто... Потом река такая, в общем, однообразная, много в ней всяких проток. Ну, как у Бородолина, помнишь, они нам этот продукт выдают. Она ещё говорит, ой, говорит, нам столько не надо, ну, сахара нам дали, ну, всё остальное, и хватает сахара, у нас всегда не хватает. Берите, берите, вдруг, говорит, не в ту протоку. А мы думаем, ну, боже, вроде уже всё, уже тут ни завалов, ничего нет. Всё, плывём нормально, там река меньше, 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 пац. Всё, закончилось. Ну, я знаю, что они на моторках ездят, она не может кончиться. Хорошо, не очень далеко, значит, нас это заплыли, но километра полтора вверх, обратно, значит, в другую протоку. Долинные реки, вот, где много проток, они как-то сложные, потому что не знаешь, где завал, или вправо, или... Они-то знают дорогу, поэтому они на моторке проезжают. А тут чуть ошибся, и всё, и вроде туда вот в проток ушла основная вода, то есть, ну, трудно было. Вот, а потом, знаешь, как она, интересно, она растекается, так, смотрю, ил появился на дне, значит, и течение чего-то стихать, ну, всё, кранты, и точно совершенно всё. Она рядом там промыла новую протоку, узкую, крутую, значит, но проходимую. И там прямо видно, знаешь, как вода вниз идет прямо, то есть, уклон такой. То есть, ни бурнов, ничего, то, что дно мелкая галька, ничего не бурлит, но прямо видим уклон такой, и несет со страха. Не дай бог, если вот в эти сучки какие-нибудь влетишь, решето будет, а не лодка. Ну, у вас с лодкой были проблемы, я так понимаю, только вот на море там какой-то... На море-то-то мы, видимо, об стекло продрали, ну, там люди и, соответственно, стекло, в общем-то. Вот, а так вот на камнях, я по три дырки в день клею. Вот эти вот, где большие камни, это сад камней, громадные валуны, там практически, он, это порода такая, анартозит, и там лабрадор, в общем-то, кристаллы, практически, они торчащие, как бы вот, ну, он такой, неокатанные валуны. И вот эти кристаллы, у них твердость большая, наверное, вот они практически... Они острые, да, режут они лодку. И просто вот, когда лодка между двумя камнями дергает, и она тут же и режет эти кристаллы. Причем в самом верху, где только начались эти, значит, камни, там мелко было. То есть я иду по мере, и лодку между камней протаскиваю, это нормально. А уже ниже, значит, стали камни большие, между ними стало глубоко, уже не встать, значит. Значит, ты вроде и на камень не вылезти, он большой, значит, и из лодки не оттолкнуться, и встать в воду нельзя, значит, глубоко. В общем, вот там мы это под конец повозились. Да. А я помню, даже где-то Нину высаживали, да, что-то? Да, да, да. И почему она в коротких сапогах не берет? Да, она всегда в коротких ходит. Да я все равно, всегда даже, если болотники, всегда залью, куда-нибудь настолько... Я поэтому даже еще с поля никогда эти болотники не носила. А потом маленького размера болотников. Да, потом неудобно как-то, в общем. Вот многие продают сапог, вот обыкновенные, потом вот практически голенища, вот это, из серебрянки подклеивали, они легкие. Ну, потом они сползают, их надо было вот как-то крепить к поясу, а это лишний раз там всякие веревочки. Когда в гору пойдешь, там солоник, там любая веревка, там, в общем-то, только запутается. Поэтому как-то так. Поэтому она в маленьких сапогах, в общем-то, если ее высадить в средине речки, то, соответственно, это. Ну, а потом сапоги, что, их вылишь, да и все. Там главное, если, когда переходишь, носок снимешь, да и все, потом моюсь, в общем-то, не проблема там. Вода нормальная такая. Вода чистая, да. Да, чистая. Ну, вот вы одна оставались, все очень волнуются, интересуются, как же вот Сергей с ружьем уходит, а вы одна. Что вы делаете вообще? Лепешки пекут, книжки читают, если останется время. Ой, извините. Идеи, Кемогаевна, ну скажи, что мы заняты. Я, когда прихожу, там всегда готовые лепешки, представляешь, вообще свеженькие, в общем-то. Ну, вообще, лепешек в этом году сожрали какое-то немыслимое совершенно количество. То есть, первый раз, по-моему, килограмм шестнадцать, по-моему, второй получил восемнадцать. Восемнадцать килограмм муки, да? Да, да. Из них лепешек же куча, получается, уже подходит на дрожжях-то. То есть, вы раз в три дня где-то пекете? Да, приблизительно так, в общем-то. То есть, мы все равно делаем кучу дневок всяких, и поэтому, соответственно, лепешки на дневках сегодня немножко печатают. Или оладьи, или лепешки, блины, значит, в общем-то. Просто оладьи у нее быстро получается, а лепешки-то надо ждать, пока подойдет, там, в общем-то, целое дело. Ну, вот все равно, вот эти моменты, вы одна, там, ну вот, нравится вам, там, вот так вот, в такой атмосфере находиться? Или вам хочется, чтобы все-таки больше вместе, там, ну, вообще, вот, ну, люди просто не понимают, как, вот, нравится вам такая жизнь? Ну, это же, это же, а, ну, так, ну, да, в общем-то, если бы не нравилось, и не... Не поехал, выезжай, мол, пожалуйста. Да, уже... Ну, сложно, ну, как там, в этой, в обстановке природной, там... Да ничего никакого, никакой сложности в городе, даже, мне кажется, там говорят, что это более опасно, там, кирпич на голову попадет, как говорят, идешь, неизвестно из чего, или под трамвай попадешь. Ну, там просто привыкаешь, как-то, вот, не знаю. Ну, а потом мы все время в тайге, в тайге, в каждой. В общем-то, это привычка уже, вроде бы, там даже ты тут находишься, как бы, временно в городе, а там, вот, как, твое постоянное место. У нас даже многие геологи, это вот, Александр Степанович Сойков, когда она приезжала первый раз в поле, вертолет высаживал на косу, ну, обычно, если там коса, самое такое хорошее место для посадки, она, вот, вертолет уже отлетел, то есть, ну, то есть, уже все, груз высадили, вертолет улетел, она, здравствуйте, камушки, и этот камешек валу целовала. Наконец-то она привыкла в свою стихию. И вот это, это не показное было, а просто вот человек так вот чувствовал, что вот, наконец-то, он в своей стихии, в общем-то, вот. Это вот так вот как-то осталось, все время вспоминаешь, в общем-то. А тут, в маршруте, там надо было и карту составлять, и, в общем, как-то все время, это, голова все время, ну, иногда такие сложные моменты геологические, все это надо... То есть, там надо было работать. Работать, а тут-то что? А тут-то не надо работать. А тут-то что? Ты просто наслаждаешься, куда хочешь, туда пойдешь, не надо тебе там вот через болото какое-то тащиться, потому что там, ну, может, тебе это неинтересно. Выбираешь место, которое тебе вот интересно, поэтому никаких таких трудностей таких нет. Я смотрю, вы всегда, если какое-то обнажение туда подходите, там смотрите, вы что-то интересное там новое для себя открываете. Вот сейчас вот в этом, например, походе, что было из геологического строения? А, из геологического просто вот никогда не видели вот деревьев, вот на побережье. Вот углей, да, интересные моменты. Углей такие ходили образованные, вот у нас как-то не попадались. Ну, были там углестые какие-то вот просто фрагменты, а то, что прям целый ствол такой вот окнемелый. Чем видно хорошо. Видно хорошо обнажение, то есть, ну, не всегда получалось, то есть, видеть хорошее обнажение, потому что вот если там очень задерновано там или там заслоняковано, ты там ищешь этот камень, не знаешь, в общем, что тут за порода. А тут так все хорошо обнажено. Ну, на море, конечно, там чисто все отмыто. Да, на море все чисто отмыто, и вот такие обнажения, это просто вот душа поет, когда все видно, вообще-то. Ну, поэтому так. А, ну, такого что-то необычного, такого нет. Ну, вот конгломераты эти скалы большие, и тут просто невероятная мощность, скажем так. Да, мощность такая. И протяженность, в общем, такие. Да, вот эти тоже интересные в науде. А там вот это вот породы-то знакомые такие, не так, не что-то такое удивительное. То есть, то, что не встречал, такого не было. Ну, там вот видишь, этот вот рудник, он же действующий. То есть, если он был не действующий, там было бы где полазить, конечно, посмотреть. Потому что там все расчищено, все видно хорошо. Вот, ну, как считается, что на полигон лезть нельзя к ним, да, не положено на него. Да. Не, ну, вы бы в следующий раз все-таки побольше комментировали. Так хорошо, когда вот вы называете, что за породы. Может, для вас это они обычные, а для всех, для нас зрителей, это же как-то... Ну, да, можно просто... Ну, небольшое искусство. Да, 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 ну, по просьбе. Да, по просьбе. Вот самое главное еще очень часто попадаются, ну, и мне тоже попадаются, многие попадаются в путешествиях такие камни, которые похожи на строение внеземных цивилизаций. Да, вот где ровные грани. Что вот это такое? Это же, ну, вы как геолог скажите, что это такое? А, ну, это конкретно. Да, отдельность, обычная. Это отдельность. Также вот бывают, например, матрасы видные, эти, отдельности у гранитов. Матрасы видные. То есть это такой термин. Да, да, это такой гигантский, как бы, гранит, которые, вот, они часто бывают около, ну, на морском побережье. Просто они лежат такими гигантскими матрасами, как бы, ну, просто размер такой большой. Или здесь, вот, например, были на побережье такие отдельные, как яйца динозавров. Вот такие, все вот, что это там, значит, такое, причем чешуйчатое строение такое. А это вот олитовые песчаники, в которых, значит, вот есть более, ну, как олиты такие, это вот сами вот эти вот яйца, как бы, которые считаются как динозавров. А между ними более рыхлый песок, который, вот, не сконцентрировался так вот в этот, в овал. Конгломерат? Нет, не конгломерат, а вот практически вот это, как бы, яйцо такое отдельное, которое вывалилось, а там все рыхлый такой песок. И это вот, как считается, олит, в общем-то, вот он образовался такой концентрической формы. А то, что его обрамляет, это вот не сцементированно, ну, то есть сцементированный не настолько, в общем, ну, сцементированный. То есть то же самое, только рыхло. Ну, в рыхлом состоянии, поэтому это бы вываливается, как бы, вот этот вот олит, а остается вот рыхлый песок такой. И вот песок как-то размывается морем, а остается только вот эти, как их... Да, их там много, конечно, удивительное место. Их там много, и действительно, яйца-динозавров, кругом состоят. А это вот такой, так же, как олитовые, бывает в известняках такие вот образования. Вот, и просто вокруг какой-то песчинки концентрируется, вот, ну, это одна из теорий такая, даже вот, когда по цвету выделяется порода, вот, и там видно, что вроде как шарик такой вот, он более тюрный. А состав у этого шарика и вот вмещающий порода один и тот же. Просто считается, что, как бы, вот этот вот зародыш этого, ну, как бы, в центре камешка, он, например, положительный, а вокруг него, значит, отрицательный. То есть он, как бы, положительный, катионный, как бы, вот, нет, положительный, отрицательный, как бы, получается, притягивается, притягивается, а тут основная масса рассеивается. И вот, ну, может быть, так образуется. Ну, это как бы гипотеза. Гипотеза такая, потому что очень много... Я уже этого не видел. А потом природа все время стремится все обточить. Вот почему много какие-то вот гигантские шары, или вот на море часто, вот мы даже собирали, такая великолепная окатанность, прямо вот идеальный шар такой. Это просто, именно порода попадает в такие условия, вот, особенно на море, как бы, между двух скал, и их крутят, как барабаны такие, вот, вот, окатанность такая бывает. А вот гигантские шары, может быть, тоже там было, когда-то море вот так окатало, вот, когда это, в Австралии, правда, гигантские шары. Нет, здесь у нас тут вот эти стены, как это, как замки, где встречаются. Да, как замки, где встречаются, да. Это тоже такая отдельность, где вот они рассечены таким вот образом, и такое ощущение, что это кладка, вот. Ну, на самом деле, это... Потом, это неологический такой клеваж, когда, получается, разломы такие, как бы секут, вот, в одном направлении, вот, эту породу, и получается, что она, как бы, вот, стоит из таких отдельных блоков. Да, такими, да, такими, да. Ну, из таких, да, выглядит, как стена, буквально, да. Ну, в природе много, вот, она, все там, как-то, совершенно, совершенно. Почему кристаллы такой, идеальной формы, восьмигранники, шестигранники? Это вот, если вот задуматься, это же вот, то же природное. Природное, а почему вот эти вот породы не могут... Да, понятно, да. Ну, ну, да, многие же подгоняют это дело сразу под иные цивилизации, и все тут. Да, что это обтучено, а природа, вот, создает такие уникальные вещи. Сколько, вот, приходится нести груз, когда вы, вот, идете на переходы ваши? Вот, Нина, вам. А, ну, километров, ну, 20, наверное, да? Ну, 20, нет, 20 ты не несешь меньше, сейчас меньше. Ну, да, может быть, там, 20, да, 18, 20 раньше, а сейчас, где-то, порядка, 15 уже. Особенно через гору, если. Вот через гору вы идете, как часто вы останавливаетесь отдохнуть там, как вообще? А, ну, это вот раз просто там... Первый раз-то мы там часто останавливаемся. Там, во-первых, жарко было что-то, и так это... И мы набрали с собой... То есть мы взяли все снаряжение и продуктов на неделю, и переваливали, значит, вот через Кребет в самый первый раз. Как муравьи там что-то. И потом, не видно же, куда идешь, там горы-то не видно, лес стеной стоит, круче такая, значит. Все скользит, там практически крутой, там только цепляешься за деревья, вот, там, березки такие, и хорошо, что дерево есть, или корни. А так прям все скользит, я первый раз так, что обычно по камням все-таки проще там... А там нет, там практически корни все переплетено, и вот сверху листья, и листья эти вот блажные, от дождя там, и вот все скользит. И прямо вот... И мимо перевала первый раз мы промахнулись, метров 200 лишних набрали, ага, я уже потом вылез, там слоник такой, из него можно было выглянуть. Смотрю, батюшки, перевал-то вон где внизу, значит, а мы уже заперлись. Не, не ругались, что, что же завел меня не туда, там? Ну, нет, я думаю, счастье, что наконец-то... Определился где хоть. Да, нет, нет. Нет, ну, уже было понятно, что мы лезем не туда, потому что от дна долины, где мы начали подняться до перевала, там метров 250-300, наверное, всего перепада, вот, этой стены буквально заросшей. Вот, и мы лезем, 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 и Неносик уже говорит, что чувствуется, что мы больше 300 метров подняли. Я и сам чувствую, но некуда лезть, все равно лезть надо, задеваться-то некуда, ничего не видно, значит, не вниз же лезть, лезть надо вверх. Ну, и, соответственно, мы мимо перевала стену вот так вот перелезли первый раз. А потом, на следующий день, разумеется, никуда не пошли, в общем-то, лагерь поставили, вот, там, как раз в этом ущелье, вот, Неношка остался, а я через день пошел один, значит, сходить за этим, ну, и разведать дорогу, и нашел, где уже, значит, самый низкий. Место в этом перевале, где нужно из ручья в него свернуть, чтобы, так сказать, лишнее не ломиться. И потом мы с ней еще ходили еще два раза, значит, и уже по более-менее нормальному маршруту, и там достаточно легко уже свободно. А вы никогда не терялись, как вы вообще всегда рядом идете, или, бураж, не забыли, нет, что-то там. Нет. Терялась, терялась она. На Ямнахе она у меня терялась. Все время своим путем, вроде, кажется, ну, когда человек идет первый, да, кажется, что нет, он пошел, вроде бы здесь лучше идти. И вот там, ну, и свернешь, и получается, что это... Вот, и нет мужа. То есть, а вот в тайге настолько вот, нет такого страха заблудиться, почему-то вот нет такого. Ну, да, а потом я бегаю, значит, по тайге ищу ее там, ага. Нет, здесь-то вот не было здесь. Здесь не было, потому что, да, вроде бы здесь некуда теряться. Да нет, здесь есть куда теряться, просто это, видимо, боялся потеряться, поэтому никуда не отходило. Нет. Это раньше взываловался, да. Да, да, да. Ну, мы немного тут переходили-то, мы в Слодке, в основном, в Слодке, куда там? А Слодка, она идет рядом по кося, а я, значит, иду лодку, в общем-то, то есть, ну, вот где там сложен какое-то место, значит, веревку кидаем, и она помогает протянут ей. Вот, ну, как бы тут теряться особо нет. Да, парикет, это когда в горах там где-нибудь. Вот парикет, самое интересное, когда по льду эти таскали, вот, когда заперлись в это, значит, в верховье этой дубды, и вдруг, бац, эти льды нас все перегородили. Вы такого вообще не предполагали, что может быть, да, то есть вообще не. То есть, ну, я предполагал, что мы где-то какие-то наледи, значит, а тут это ущелье полностью забитое льдом, значит, вот, и местами полностью перекрыты, ну, соответственно, куда деваться. А лодка, у нас уже был опыт, что она хорошо по льду идет, в общем-то, и вот, кое-как, значит, на этом, на наледи его втащить, и все, и волоком потом. Самое интересное, там ни разу не продрали. То есть, вот, сколько по льду поэтому не тащили, там и камушки на льду попадаются, усыпятся же со скал-то. Ни разу не продрали. А вот на камнях научили там без конца, в общем-то. Нина, а вот вам больше нравится, что, в какие моменты в походе, когда вот бывают такие участки, что вот по льду тащить, или там через перевал, или там пару какой-нибудь, или наоборот, вот когда, ну, просто там вот, ну, просто плавиоте, там загораете, хорошая погода. Нет, когда смена, смена, вот, когда до смены больше всего нравится, думаешь, ой, надо же, переодолел, а потом спокойно, хорошо прям, ну, как-то вот так. А вот как мы из завалов-то вышли, столько счастья, ага, наконец. А так-то это равнообразно, что там, если вот та же руда, например, если без завалов, как-то, ну, река-река, то есть ничего такого особенного нет. Ну, только рыба, только что вот рыбалка. Да, только рыбалка, ой, рыбалка, конечно, это... Я ее и соблазнил, рыбалка, вот, она вот так не поехала. Ой, да, рыбалка, конечно. Я же сказал, будет рыба. Скажите, как вы вот этого таймени вытаскивали? Это же сколько он весит-то? Ой, это же... А, это таймени... Вы они взвешивали? Нет, у нас не было никакого, не бездома, ничего. Ну, например, как думаешь? Ну, то есть получилось полное ведро, 12-литровую биткома. Ну, да, наверное. Килограмм 10-12, наверное, не больше. Нет, там уже даже и побольше, там, ну, что-то как-то, когда-то так тяжело. А он без головы же уже в ведре-то был. Ну, да, да. Вот как вы вытаскивали? А там совершенно случайно. Получилось так, что мы, это, Сережа, по-моему, поймал два сига небольших таких. Маленьких. Ну, пойду-ка, я сейчас еще одного поймаю, ну, 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 может, попадется на ужин. Время же было к вечеру, там. Темнеть начало, как раз. Да, а я обычно, когда это, то у меня запутается, то, в общем-то, за что-то, за горяк какой-то зацепится. Вот, а тут я смотрю, думаю, нам зацепилось что-то такое, прям сильный упор такой. У меня удочка вся так изогнулась, такое ощущение, что она вот переломится, прям вот так вот. И я там, Сережа, говорю, Сережа, ну, это, иди на помощь там, а он там что-то возится, ничего. Дрова он перелет. А, дрова, ну, да, дрова. Вот, и потом, это, как вот, ну, как раз пришел в этот момент, и вот, оруда такая сильная, такое ощущение, что вот она это, тебя, наоборот, в реку туда утянет. Потому что такое усилие. Ну, ты уже подтащила же к берегу. Да, я уже просто подтащила все-таки ее, потому что это... Ну, а он свечки там, ничего, как он вообще, надо было вас то спускать, то вытягивать. Или вот прям, тащили, тащили. Да, так вот тащила, тащила, причем он плохо очень наматывался, потому что... Конечно, он там усилие-то какое-то еще было. То есть все время наматывали, не опускали, не увозили. Нет, 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 все время наматывали. Оказывается, потом надо было его, это, как бы, утомлять. Да. Да, чтобы он там... Это можешь потом верить, смотреть, как это надо делать. Потом уже вот нам геологи рассказали, которые много ловили этого. У нас-то ему никогда не приходилось ловить. У нас таких больше никогда не было. А вот в Болоте, который там на мае работал, он говорит, что это очень интересное занятие, ловить стальмени. Потому что это, говорит, надо при свете луны. Он так играет. В общем-то, вот, его нужно действительно это утомить, чтобы можно было... Чтобы он устал, да. А Александр Андреевич Раузер, он говорил, что он поймал для партии такого здорового таймени, что лодку таймень на велик вынес. Он такой здоровый был таймень, что он его, значит, прям... Ну, в общем, неудивительно. Да, но тут считается небольшой. А потом вот даже таких линков ловили больших, что даже тоже никогда не видели. И сначала думали, что вообще это маленький таймень, когда вот линка первого поймали. А потом нам вот сказали, что таймень, у него обязательно красный хвост, красные плавники. И действительно был яркий, яркий красный. Да, да, да. А так это, конечно, незабываемо. Это просто такой вот... Я даже не знаю, какой-то... Ну, кое-как вытащили. Вытащили, да, да. А блесна-то вроде небольшая. И блесна-то небольшая, а вертушка, да? Блесна та же самая, нет, это колебалка. На которой ловился вот такой вот буквально этот сик. Да, сик. Я пошла сик ловить, в общем. А получилось так, что он прикусил вот эту... Он не мог перекусить леску, потому что... А не было поводка. А леска у вас какая? Ну, четыре. Плетенка? Да нет, просто. Просто леска. Восьмикилограммовая, вообще ничего. В общем-то, удивительно, что это как вот так вот... Ну, это скорее случайность. Случайность просто. Значит, вам нужен был этот... Вам его подарили, все. Ну, собственно, так и решили, да? Ну, да, такой вот. Мы его ели неделю самого его, и неделю еще соленого, значит. И самое неприятное в этом деле, что пока ты его не съешь, рыбу-то не ловишь, а куда его ловить? Ее и так до хрена. Да. Она испортится, ее надо съесть, значит. А уже так... А как хочется забросить, значит... Да, потому что уже рука бросится. Даже видно было, как длинки там плавают. Поэтому мы с большим усердием его ели. Какая тут крупа? Значит, надо срочно съесть, чтобы ловить следующую. Сэкономили много крупы? Много крупы. Килограмм 10, наверное, на втором этапе. На первом мы съели практически все. Вот, потому что, ну, мало продуктов было, и хорошо еще рыба была. А на втором килограмм 10, наверное, осталось этой крупы. Я так поняла, что у вас крупы по 100 грамм на человек. Даже не 80, 100 грамм, да? Не утром и вечером. Да-да, 100 граммовые пакетики, да-да. И то, что вы берете не просто крупу, а в пакетиках, да? Иногда мы и в обед ее варим. А, еще на обед. Иногда в обед варим. Ну, в основном-то в обед или картошку можно возвести, значит. Ну, или если рыба есть, вот там отварная или жареная, значит. Вот так вот. А тогда утром, вечером это вот крупа или макароны. Ну, собственно говоря, то же самое. В общем-то, макароны на двоих мы варим полную кружку, значит, сухих. 300 граммовая кружка. 500 граммовая кружка. А, 500? 500 миллилитровая кружка, в общем-то, как раз на двоих получается. Ну, с малослом, со сливочным, соответственно, в общем, с приправой, там, с какой-нибудь. Ну, вот вы похудели? Похудели. Вот вы и на сколько похудели? Не знаю, но вроде бы, да, похудел. Да-да, похудел. То есть, наверное, на пять, на шесть мы каждый похудели. На пять, на шесть. Ну, не на много. Ну, а вот вы там испытывали чувство голода или нет? Вы голодные? Ну, можете, то есть, при этом не испытывали? Ну, всегда ели столько, сколько хочется. Нет, а потом рыба сытная такая, на вот когда, там, если одну, например, крупу, наверное, и ту, даже нет. И ту крупу-то много, ну, мало одного пакетика, ну, съешь два. Потому что лифьюшки, все-таки, они такие сынные, это всегда хлеб-то вообще-то. Да, масло, с маслом. А были такие моменты, ой, сейчас бы вот в Москву, и там бы вот что-нибудь такое съесть, или просто вот отдохнуть, там, в постели с простынями, там, я не знаю, были такие мысли? Нет, ну, уж. У нас это окнях хорошо. Нет, ну, вообще-то. Нет, просто иногда, вот, кажется, думаешь, вот, если бы, вот, заросли, тут бананы какие-нибудь, еще что-то. Съем бы бананы. То не надо, да, нет, просто вообще не надо, это, как бы, сорвал и поехал. Нести ничего не надо с собой. Не надо ничего нести, то есть это. А, в следующий раз вахту. Сорвал банан, поплыл дальше, да? Да, да, там как-то. Съел крокодилы и порядок. Там же вот такие, ну, пока ягод нет, так вот, ну, просто, когда созревает, там, все-таки, есть какие-то витамины. Вот, а так ничего нет, поэтому, думаешь, вот, в этих жарких странах, все просто так растет. И тут яблочко ходится. А так какие-то, вот, где условия, где, там, из крана вода теплая, что-то не тянуло в такие, да? Ну, то есть все. Ну, там воды полно, наоборот, хорошо, прям без дерева. Нет, с водой. А потом там, как, такие прозрачные реки, думаешь, как хорошо тут чай попить, в общем-то, вода такая. Как кто-то удивлялся, как, вы берете, это какой-то, не помнится ли кто-то? То-то, да. Из реки просто так воду берете, и такие глаза. Да, вы так что, мужики, там, говорите, да, чего это-то, да? Да, многие, вот, пишут, ну, надо брать такой-то фильтр, всякой-то фильтр. Да, там она только испачкается от этого фильтра. Да, вода такая хорошая, такая просто. А потом обычно мы всегда, значит, греем воду, практически каждый вечер у нас помывка обязательно горячей водой. Каждый вечер даже, да? Ну, когда дождь, там, ну, все равно. Ну, все равно, чем быстро. А вот так, кажется, вода хорошо оплоснулся, и холодный, когда так прям. Это хорошая погода, да, конечно. Да, прям такая вот, холодная вода вообще нам такую бодрость придает чайку. А так горячая обязательно, чтобы помыться, чтобы чистым, в общем-то, мыло берем обычно, сколько там, я не знаю, ты много берешь. Такого, и хозяйственного, и такого, и всякого, в общем-то. Да, ну, хорошо там. Стирать хорошо там. Вот и много. Ну, хорошо выполаскивать. Ну, а вот вы когда-нибудь были на курорте, ну, или в Турции, там? Нет, нет. Ну, вот если бы предложил Сергею, вы бы поехали в место, вот, ну, если бы, скажем, вот, на лето, на 4 месяца, вот, путешествие, либо, ну, вот, можно в Грецию там съездить на 2-3 недели, вот, в круиз какой-нибудь по островам, поехали бы. Нет, на лето нет, наверное, если бы, там, зимой, если бы, помимо этого, вот, летом путешествовал, там, по тайге, а зимой... Зимой по пунктам, летом по тайге, а работать-то когда, на что я поеду? Ну, да, 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 нет, просто я говорю, что если бы, если бы, да, кого-то, ну, конечно, можно посмотреть, почему-то, вот, эти, такая возможность, музей посетить, посмотреть, ну, толпа только, вот, там надо, там надо, там надо просто, вот, именно, какую-то жить там, и просто самому везде ходить, чтобы это не с экскурсией, там, посмотри направо, посмотри налево, и такая толпа везде бегает, и, а чтобы как-то почувствовать эту страну, это надо, в общем, вот, жить там. Не нужен нам берег турецкий. У нас своих мест много красивых, интересных. Вот у вас там медведь один, да, пришел у вас к лагерю, да, и вам пришлось раньше даже снимать лагерь, вот, а потом не страшно было, не подходил медведь к вам, вот, Нина, в лагерь, когда вы одни оставались? Нет, больше не подходил. Нет, нет, нет. Потому что, а то вы же там без ружья остаетесь, да? Нет, не подходило, он как-то своей дорогой прошел, и все. А там мы хорошее место такое из-за него оставили, да. Да. Мы хотели там, значит, остановиться, все, лагерь оставить, ну, и пока перетаскать все на другую сторону, значит, а потом уже снимать лагерь. А он пришел вечером, потом пришел утром, посмотрел, значит, есть ли мы тут, ну, там. Вот как вот он приходил, насколько он подходил? А, это вот в первую? Не больно близко, да, вначале-то на метр в двадцати, я его с трудом уже заметил, это из-за кореги. Вот. И утром потом я слышал, что там ветка хрустнула, тут ветка хрустнула. Немножко-то она спит, она ничего не слышит вообще, хоть наступи. А вот, а я чуть-чуть сплю, думаю, ну, точно медведь. Я вылезаю, знаешь, вот он стоит. Ну, метров десять, наверное, он близко-то не подошел. Вот. Ну, он меня увидел и убежал сразу, в общем-то, так это, ретировался. Но, тем не менее, мы решили, что если мы сейчас оставим здесь лагерь, соответственно, от него, может, ничего не осталось. То есть, вот он, ну, там все истоптанное. Поэтому мы все на дерево повесили и, значит, собрали снаряжение, часть продуктов и на другую сторону, в общем-то. А там еще больше их оказалось. У них там, наверное, тропа. Тропа, да. Там же косуля это выходило, то есть все зверье там именно через эту вот... Там больше некуда. То есть, нет, не дорога, это вот через ущелье. Через именно вот это ущелье. Там ущелье и полно, но это, видимо, я выбирал по снимкам его. Оно, видимо, самое удобное для этого, для хода. Соответственно, все зверье через него и ломится на перевал или на другую сторону, в общем-то. А по снимкам я просто выбирался, ну, так, чтобы русло у ручья просматривалось. Вот когда по космоснимкам смотришь, там просматривается русло. Значит, есть галька. То есть, удобно идти. Вот. Да, потому что если вот теснина, ручей, ну, ясно, что он здесь есть, но ничего не просматривается, значит, там каньон, ущелье, ну, что-то плохое. А если просматриваются, в общем-то, вот эти вот курсы и клим, значит, там будет хорошо идти, удобно. Значит, можно сказать, твоя подготовка к путешествию заключается в том, что ты просматриваешь маршрут по... Ну, не весь маршрут, а именно вот этот перевальный, перевальный участок, скажем, да, самый наиболее сложный. Вот много у тебя времени занимает подготовка? И помимо этого, что еще в подготовку входит? Да, особо ничего и не занимает, в общем-то, так вот, посидеть вечером эти снимки посмотреть на разных программах. Вот. А все остальное готово. То есть, топография, она есть, снаряжение все есть. В общем-то, оно как бы всегда готово. Собирайся и иди. Ничего особенного не надо. Если, конечно, какой-то новый район, то нужно скачать карты, распечатать их, съездить. В общем-то, желательно, чтобы в масштабе сделали, чтобы удобно было. Это не всякая типография эти в масштабе печатать. То есть, иногда приходишь, говорю, вот сделайте мне так, чтобы квадратик был 2 на 2 сантиметра. А я, говорит, не умею. Вот такой у нас сервис, в общем-то. Вот в горном институте я тогда печатал, там толпа их сидела, и один только парень у них умел сделать. Значит, потом там секс накрылся и пришлось куда-то перебазироваться. Вот. Там единственная проблема, что вот распечатанные эти карты, они размываются под дождем. То есть, нужен лазерный принтер, а я так и не нашел, где широкоформатная печатка лазерного принтера. Я кусочками печатаю, понятно. Ну, кусочками, наверное, можно. Ну, как бы я привык, чтобы обзор лист развернул, значит, и сразу представляешь себе, где это. Потому что мне как говорили, вот ты сплавляешься по реке, зачем тебе такая карта? Значит, сделал себе выкопировку, вот такую вот полоску по реке, и все. А я люблю, чтобы было видно все вокруг. Потому что ты сплавляешься по реке, а вдруг вот здесь вот в десяти километрах есть что-то интересное. Ну, скажем, озеро какое-нибудь, телевершинка, с которым можно посмотреть. Ну, всегда можно сходить и посмотреть. А если у тебя карты нет, ну, а электронами мы не пользуемся картами, в общем-то. То есть, у нас нет ни навигатора, ничего такого. То есть, обычный компас, на всякий случай, то им мы редко пользуемся. Ну, и бумажные карты, в общем-то. На них можно карандашом возюкать. Паметки всякие делать. Это называется факт мат, это очень интересно. Потому что потом, если все это наносить, то это уже по памяти, это совсем другое дело. Нина, а вы вот в некоторые путешествия не ходите с Сергеем? Вы, у вас какие-то идеи делали, вы, вот, почему вы не ходите? Или вы район не нравится? А, я даже не знаю, почему. Ну, вам нравится, а то некоторые говорят, прям, жена декабриста там. Да, они любят, они там, она страдает. Так иногда запрется он, не пойми куда. Нет, а потом он выбирает такие места, где он уже был. Я думаю, ну, может, там вроде бы все видели. Хотелось бы какое-то другое место. Даже я предложил ей круиз вокруг света, она сказала, что я хотела бы поехать в другое место. Нет, это анекдот. Ну, ты там не была, вот я тебя возил. Кроме чагды. Да, там не была, но Чурь тоже, да, поэтому вот это заинтересовало. А вот Патаран, например, мы там были. Мы там два раза. Да, два раза. Два раза будет там, да. Ну, Патаран там красивые места, но там этот заповедник, с ним столько проблем, в общем-то, я там попадал в этот кордон, там, хотели шнаповать, там, все, что-то. Ну, как всегда, в общем-то. Если попасть в этом заповеднике, особенно с ружьем, то вообще мало не покажется. Поэтому, как бы, туда не хочется. Вот на Сундар я бы еще с удовольствием съездил, потому что там, ну, во-первых, для ходьбы интересные места. Это почти та же тундра, вот где-то сейчас будет. Ну, да, да. То есть там удобно ходить, и плюс ко всему, там еще и лес рядом, то есть можно поставить лагерь в лесу, а ходить по тундре и в горы лазить. То есть это вот оптимальный, как бы, вариант. Вот, и народа там особо нет. И есть там оленеводы местами, соответственно, где есть оленеводы, там медведи боятся людей со страшностью, потому что оленеводы охотятся на них. Вот, поэтому наиболее такой безопасный с этой точки зрения район. Ну, и вот сами, вот в районе Шантарских островов очень интересные места, ну, там, к сожалению, очень много медведей, да. А так, там, конечно, вот, побережье просто мечта. То есть только арок, всяких кекур, вот этих вот скал отдельных торчит, то есть там есть на что посмотреть. И само море, оно не такое гигантское, оно почти как белое море наше. Отделено от основного охотского моря вот этим архипелагом островов. И оно получается достаточно тихое, и погода там будет менее приличная. Вот, я там уже был, там, получается, где-то порядка 700 километров, если от Чумикана, скажем, до залива Николая. Вот, то есть это хороший очень маршрут вдоль прямо побережья. Вот, там много есть чего посмотреть, однозначно, в общем-то. Ну, вот только с медведями беда. А так можно такой маршрут только продумать. Вот, ну, приблизительно два места, которые из тех, где я бывал, я бы с удовольствием еще раз посмотрел. Ну, а так, в принципе, это же ведь много места, куда бы можно было съездить. Ну, Чукотка-то я мне не очень нахожусь, потому что нам холодно и леса нет. А я люблю, чтобы костер, чтобы печка у меня работает. А печка не всегда, не всегда трава на берем. Вот тут и оно-то. Ну, тут у вас, конечно, комфорт, вот то, что печка, все это. Да, да, это... Да, только кто-то сказал, что... Да у вас по сравнению с Мариной Николаевной... Санаторик. Санаторик. Устроились так. И теплые помадки, и, да, и вообще, и выполнены. Но вы не устаете вот на маршруте, или бывает? Ну, как все-таки, чувство усталости все-таки бывает? Ну, бывает, когда, да. Вот на завалах-то, на этих, я помню, что вроде как и деваться-то некуда. Все сразу вперед двигаться, да. Ну, там, когда все без конца перетаскиваешь... Ну, там быстро восстанавливается. Может, свежий воздух, или там как-то вот в городе, там, если человек, там, он как-то, ну, больше устает и, наверное, восстанавливается хуже. А там, наверное, все-таки кислород влияет, наверное, хорошо на организм. Там как-то раз выспался, и все. В общем-то, на следующий день так нормально. Если сравнить, вот за то же время, вот вы там провели, да, 4 месяца, и за 4 месяца в Москве вы больше книг прочитаете, чем там, или меньше? А, вот это я не знаю даже. Ну, как, как вы думаете? Ну, больше у вас где свободного времени? А, там! Ну, на хозяйство, на быт уходит больше времени, там, на природе... Нет, нет, там практически минимально все. Там не надо... Нет, как бы... Да, там больше, если бы возможности, больше для чтения будет. На свободное время. Да, свободное время. И у нас же много дневок, понимаешь, мы же не все время движемся, да, а на дневках, соответственно, в общем-то, много времени. А в корне суета все-таки. Все говорят, что вот так вот там, например, каждую неделю целое событие какое-то, да, то есть жизнь какая-то такая наполненная. А тут вот пролетает даже раз, и все, вроде бы, только был понедельник, уже смотришь, уже это, неделя прошла, и все в какой-то суете такой. Вроде я ничего такого особенного не сделала даже, ну, в общем, как-то, может, такие неорганизованные, я не знаю. Многие там намечают себе вот прям перечень дел, каких-то надо сделать обязательно, а мы так стихийно. Ну, как это? Мама у меня обычно звонит с утра, ну, что вы сегодня намерены делать? Да откуда я, о чем она, я хрен не знаю. Да, да, план такой. План, у вас есть план? У нас никакого плана. Конечно, у нас есть план, непонятно, чего мы будем делать. Ну, вот, все такое, в суете такое. Но здесь больше возможностей, там, конечно, в музей сходить, там, вот, новые выставки посмотреть, здесь, потом... На работу съездить. Да, потом, как хорошо, что все-таки в большом городе тут возможности какие. Вот там люди живут в каких-то вот поселках, у них, кроме природы, ничего нет, то есть, ну, как-то вот для самообразования, что ли, или просто, вот, может быть, он хотел бы посмотреть подлиннее, говорит, у него, в общем-то, нет возможности такой. А в большом городе, да, там все-таки можно, здесь такая насыщенная такая, в общем, может быть, ну, в зависимости от того, что человек интересует, ну, так, возможности много у человека должно быть, то есть, в большом городе посмотреть всякие шедевры. Ну, шедевры, смотри, зимой, а летом, значит, все. Ну, да, 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 а даже получается, что в основном выставки только вот осенью, зимой, а летом так уже все уезжают, кто куда там. А вот еще многие интересуются, ну, как же так, все-таки люди в возрасте, а есть ли что случится, там, вот, как у вас со здоровьем, боитесь ли вы за свои, что-то у вас случится, там, случалось ли что-то, как сердце, я не знаю, вот, чего-то там. Есть у вас какие-то страхи о здоровье? Бое сердце у тебя. Нет, ну, просто вот это, ну, здоровье, не сгладить, вроде все нормально, только травмы могут быть, конечно, ну, вот, Сережа, там, то коленку он там поглядил, то локоть там, ну, вот, надо, чтобы, чтобы запас продуктов был, надо, чтобы можно было восстановиться. Да, можно было, вот, если что-то случается, чтобы был запас аварийный, аварийный, ну, по крайней мере, можно было пожить недельку-другую на одном месте, так сказать, не шевеляясь, а за это время зарастет. А потом надо быть, вот, получается, что очень аккуратно все, надо как-то вот, когда так вот не задумываешься, вот, ну, там, например, в город ходишь, ну, как-то... А там надо задумываться. Да, надо задумываться. А если что-то случается, конечно, это проблема. Да, не выбраться оттуда, ну. А так, по поводу возраста, ну, вот, Виталий, помнишь, у нас был такой, он говорил, вот, в этом возрасте все начинает в организме сыпаться, я говорю, ну, хорошо, поставь палатку возле поликлиники и жди, значит, когда засыпется все, значит, ну, тебя тут же заберут и вылечут. Ну, это же тоже не вариант, в общем-то. Ну, понятно. Сергей, еще все очень интересуются, вот, такая у тебя форма отличная физическая, как ты ее поддерживаешь, вот, ну, ты делаешь какие-то упражнения там? Ну, зарядку я делаю с утра, и то мне лень. Вот. Ну, ты говорил, что там подъем-переворот сделаешь, как вот, рассказываешь? Ты знаешь, вот, приехал после лет, не делаю. Не, ну, а так делаешь, что ли? А так перед этим, да. О, как, регулярно. Шесть раз я делаю подъем-переворотом нормально, в общем-то. Каждый день делаешь? Ну, да, да, ну, как бы, как зарядка там есть, вот, гантели у меня, в общем-то, ну, правда, лень. Ну, все-таки занимаешься, да? Ну, правда, лень, ну, все-таки с утра это 10 минут, это нельзя сказать, что это занимаешься. Но, тем не менее, ну, вот, после лет приезжаешь, сильно ослабеваешь. Несмотря на всю эту нагрузку, вот, руки слабеют довольно сильно. Вот, видимо, потому что ими ничего не делаешь, в общем-то. То есть, если ходишь ногами, если на лодке, вот, многие считают, вот, грести, это такая нагрузка. Да нифига никакой нагрузки сидишь, там, подгребаешь по маленькому, ничего особенного. То есть, никакой совершенно нагрузки нет, да. Ну, я не знаю, как на байдарке, потому что там человек держит весло все время на весу. У нас весло удобное тут. А у нас весло-то в уключенных, то есть, нагрузки нет, у тебя руки на них лежат, никакого особого усилия. Мне кажется, на байдарке, наверное, сложнее. Тяжелее. А вы плавали на байдарке? Да, я плавала там, ну, только один раз. В Кариле. В Кариле, да. Ну, тогда сложнее, да? Нет, я первый раз тогда, и у меня не было опыта такого сравнивать именно байдарку с лодками. Ну, мне кажется, что все время на весу как-то так вот. А вот эти вот новые уключенные очень хорошо, очень удобные, в общем. То есть, если у вас лодку скажешь, они никуда не денутся, они сразу встают вдоль лодки и даже движению даже не мешают, в общем-то. Ну, вот, по сравнению с теми уключенные, которые в советское время были, вот эти вот уши-то круглые такие, в общем-то, то есть, не в земле. Они выскакивали, да, и потом это надо все время держать расстояние. То есть, без слов, выскочат, то, наоборот, это ближе. А эти вот единственное, что там есть кое-какие технические, так сказать, доработки к ним нужны. А так, замечательно совершенно. Ну, и лодки стали крепче, опять же, потому что, по сравнению с этими резиновыми, которые прокалывались об любой куст, вы видите, сейчас вон через завал тащишь, вроде ничего, нормально. Нина, а вы как-то поддерживаете форму здесь, в Москве? Ну, не знаю, какие-то. Нет, я ничего не делаю. Я только люблю ходить. Быстро хожу, когда-то. Я тебе купил тренажер, чтобы ты делала зарядку. После этих, какого, после земли, вдруг асфальт, и все ровно, и как поучишься. Мне же, я говорю, куда ты учишься? Я говорю, как ровно-то, как хорошо ходить-то тут? Да, есть такое ощущение. Да, да, есть такое, вот именно вот, где-нибудь там, по набережной, или еще что-то, вот прям вот такое. А потом, кто-нибудь, если быстро идет, мне надо обязательно в его темпе обогнать, или в его темпе идти. Вот это вот есть такое, вот радость от ходьбы. Ну, по-ровному, конечно, хорошо ходить. Единственное, если бы еще толпы не было, то вообще суток. Да, ну, вот выбираешь место такое. Потому что по толпе просто кошмар какой-то. Нет, нет, когда там все какое-то. Все под ногами, да еще с этими тележками. Ну, не только ты не бегаешь, там только вот... Ты бегаешь, а я за тобой. Ну, вот. Сергей, а вот еще тут в ноге обсуждался вопрос, нужен ли вам вот этот вот квадрокоптер, чтобы снимать сверху. То есть, как, имеет смысл такой брать? Ты бы хотел такой нить, квадрокоптер? Ты знаешь, в походе, наверное, нет. Потому что, ну, смотри, во-первых, это не просто сам квадрокоптер. К нему куча всяких прибамбасов. То есть, Лешка мне показывал уже, что нужно к нему. Ну, там такой этот иконостас, сколько всяких деталей к нему еще нужно. Потом его надо заряжать. Ну, у тебя же как бы солнечная батарея. Управляется он с какого-то смартфона, а не просто так. То есть, без него никак. В общем-то, ну, и прочих много всяких сложностей. А потом, как мне Андрей сказал, значит, вот тот самый Робинзон, что 30% из них по статистике улетает. Это не метафора. Я ненавидел. Это не метафора, да. Они именно улетают, и хрен найдешь, в общем-то. Понятно. Поэтому, как бы, в этой тайге притащить его туда, куда-то на перевал, за перевал, значит, чтобы он там улетел. Слышишь, какое счастье, в общем-то. Так что, как бы, ну, вот на море там у нас, да, его можно привезти туда. Значит, там у меня генератор. Ну, наверное, можно поэкспериментировать. Да, более стационарно. Да, да, конечно. Ну, опять же, стоит ему упасть в воду, в соленую особенно, и кранты. Да. Так что, как бы, наверное, не очень развлекал его это. Почему ты используешь резиновые сапоги, а не ЭВА-сапоги? Ну, они покрепче, а потом, как бы, это привычка. Привычка. Я в ходили в таких вот, в этих черных. Ну, да, мы тоже ходили. А вот сейчас я ЭВА-сапоги эти вот два месяца вообще не протерлись. Да, они разные модели бывают. Не протерлись. Ну, я их подклеиваю, конечно, сверху ПВХ. Вот в самом ПВХ у меня в одном месте три дырки. В другом сапоге вообще ни одной, два месяца, ну, три месяца. ПВХ у тебя на сгибах протерлись, что ли, да? В месте, где я приклеиваю к сапогу голенище, вот в этом месте, чуть выше этого места, в трех местах протерлась. Сам сапог ни разу нигде не протерлась. И есть такие модели, которые, ну, там усилен носок, хороший протекция. То есть у меня вес пары 400, вес пары 800 грамм. 800 граммов. Это не сравнить с резиновым. Не сравнить. То есть это просто привычка. Надо тебе попробовать, в общем. Ну, да, можно вот на воде там просто пока это. Потому что я удивляюсь, что резиновый уже все-таки, это действительно такой скачок. Ну, оно легче, да, я согласен. Ну, как бы вот насчет прочности, вот, черт я знаю. Ну, если человек вот говоришь, что... А в случае чего... Она ходит в ботинках. Нет, я в болотниках тоже ходил. А в сапогах ты ходишь, ну, как бы... Тут уже много ходил. Я же все время хожу в болотниках, понимаешь? Возьми пары все запасные. У меня нет ботинок. Их можно тоже купить. Да, понятно. Да, понятно. Этот супер момент. Берешь с собой тюбик. Ну, несколько тюбиков. Ну, это есть лодка, плечи, да. Ну, понятно, значит, это привычка, как бы, понятно. Ну, скорее, да. Я же пытался сделать другие сапоги, вот эти вот легкие ПВХ сапоги, значит, и приклеил к ним, вот, из ПВХ ткани, ну, как в опции, вот, голенища. Это голенища развалились через две недели. А, ну, знаешь, голенища плохие. Это просто была отвратительная ткань. А сама идея мне очень понравилась. Они значительно легче. Значит, голенища, оно не мягкое, и его не надо подвязывать. Оно все-таки держится. Да, оно держится. То есть я, конечно, проэкспериментирую еще раз. Просто, видимо, у меня такая ткань попалась. Да, да, да. Просто вся развалилась, и они текли, и ПВХ пришлось отрезать и остаться в коробке, в общем, что очень неудобно. Поэтому я опять переключился на резиновые, которых хватило более-менее на весь сезон. То есть я их выбросил, конечно, под конец тоже. Вот, но тем не менее, сезон их хватило. Вот интересно, а давай-нибудь о медведях гнался? Вот расскажите, что там было-то? Да это мы издалека его еще увидели на косе, значит, уже когда сплавлялись. И мимо него проплывали, он в конце концов нас увидел, значит, в общем-то. Вот. И по косе за нами рванул. Ну, это далеко даже от нас было. Далеко, да. Вот что зашел. Да, столько метров, сто, наверное, там, а то и больше. Вот. И тут главное еще место узкое, значит, в общем-то. То есть отвесил ты не оторвешься, вообще-то. Ну, вот, я стрелял ему в воздух, значит, он как бы особо не отреагировал. И потом в его сторону дробь легла рядом с ним, прямо такой кучей видно было, в общем-то. И вот тогда он остановился, пошел нюхать, значит, эту дробь, в общем-то, и перестал за нами гнаться. Вот. То есть запах пороха, видимо, вот этот вот его восстановил. А так такой молодой, здоровый медведь чувствует, значит, такой атлет такой. Потом ты говорил, что когда вот глубина, например, глубокое место, то медведь теряет скорость, если он прыгает в воду. Он заплывет-то не как торпеда, не как-то. Да, да. А тут как раз мель была. А тут мель, да. То есть он бы с нас донал бы как-то ничего делать. И стрелять-то в него было бы неудобно, потому что на плаву вот лодка вертится, да, то есть очень сложное место было. А что он вообще так быстро побежал? Обычно они все-таки там пока рассматривают, а этот прям сразу как собаку. Прикустил за нами, да? Да. То есть это редкий случай, скажем так. Такого нет. А с глубокой водой у меня был просто случай. Медведь на меня кидался и глубокой водой ее остановил. То есть буквально метров в десяти, значит, от лодки, там глубина была, то есть она, значит, так вот летит, только брызгивая во все стороны по мере. Потом ух, туда, значит, с головой. И все, у нее голова торчит, она плывет. Ну плывет-то она медленно, значит. Я думаю, сейчас чуть-чуть подплывет, я, значит, ей прямо в лоб и заеду, значит. В общем, там течения нет, почти стоящее. Но она быстро брызгала, разгорнулась и уплыла, значит, в другую сторону. Вот мысли прочитала. Наверное, да. И с тех пор я знаю, что она в глубине-то сразу тормозится. Ну и практически, что она с медленной скоростью ко мне плывет, конечно, что-то в упор-то ее можно убить. А еще там медведь это, мы как-то проплыли, и медведь что-то там ел. Прям вроде бы никаких там травы нету. В общем, он так вот, причем встал, да? Он так вроде даже, по-моему, на заднюю лапу встал или нет. Или просто что-то ел. А потом нам экологи говорили, что там растет растение, сведина белая называется, сведина. Вот, и медведи употребляют эту ягоду как наркотик. Они потом дыряют от нее. А я посмотрела, вот у него листья сначала весной, они зеленые. А потом вот осенью становится поповной, да в августе поповной. Яркие-яркие. И у них вот ягоды сами белые. И они вот как у, наверное, у рябины такие, таким вот пучком. Они белокиньи какие-то такие, синюшные. Вот, и они эти ягоды почему-то осенью, видимо, едят. Он как раз это ел. Это как-то, понимаешь? Так вот, такие на вас и бросались, наверное. Ну, кто его знает. Да нет, он даже нас и не заметил, вот там на берегу там возился. Да, он возился там. Я думаю, что-то мне просто заинтересовало, что он ест там. Вроде бы ничего такого нет, только вот это вот кустарник, я еще не знала, что это такое. Думаю, мы едем в Москву, определю. А потом вот мы эколога встретили, он говорит, да это вот сведина белая. Мы, говорит, пробу брали, это, говорит, вот она. Потом действительно я посмотрела, точно выглядит так, как это. Нина, вы еще рассказывали, интересно еще, вот как медведи, они боятся вот этого. Не боятся, им не нравится виск, да? Да, да, да. И как к вам приходили к лагерю, приходил, и не обращал внимания на вас вот про этот момент. А, это вот в экспедиции было. Там мы уже палатку поставили, там, значит, ребята вот с этим свездеходом. А, это там, мы вездеход перегоняли. Да, с свездеходом, еще костра даже не было, вот палатку поставили. И медведь, значит, он просто вот идет, и что-то вот как собака, который вот нюхает, и там, значит, что-то вот на земле ищет. Я тут у палатки стою, а тут, ну, что-то такое. Думаю, может, собака прибежала, потому что там были, там, были, может, собака. А этот медведь, даже он там, я так даже, я сначала, он небольшой такой, в общем, ну, может быть, годовалый как раз был. И он так медленно-медленно прошел. В общем, я своим делом занимаюсь, и он тоже своим делом, даже ничего не спрашивал. Я еще думаю, сейчас, там, ребята, это как, он вниз пошел, там, мы на горе стояли, а он вниз, я еще думаю, надо ребятам, что-ли предупредить, в общем, что медведь, да, как там, крикнуть, в общем, ну, он ушел, так, я думаю, ну, наверное, так. А там у нас медипод, вообще, или слетел, значит, его вытаскивали. Да, а там, вот, бывают такие случаи, вот, каждый своим делом занимается, в общем, никто. Да, они все разные. Они все разные. Есть вот такие, есть вот такие, есть вот в маршруте, мне как-то, вот, первый раз так встретился, вот, я отбивала образец, вот, и поднимают глаза, и ставит медведь на задних, в общем, он, вот, как он приподнялся на задние лапы и так смотрит. Я думаю, чего? То есть, как-то неожиданно, вдруг это, это был прикорок, а он повыше там. А он просто вот из-за того, что у него плохое зрение, он, ну, как-то вот, видимо, там, спуск был такой, он хотел разглядеть, кто-то там возится. И вот он, и этот момент такой, вот, мы как бы изучали, вот, я тоже с этим молодым, с таким, да, вот. И потом он нас, а вот, где-то куда-то ушел там, потом вот, ну, развернулся резко, причем они так быстро разворачиваются, и вверх по склону с такой скоростью только шерсть вот блестит такая, прям, переливается, видимо, такой, ну, вот, молодой медведь. Так что вот, как-то таких вот случаев, что вот, прямо, ну, там, правда, вот, какой-то, вот, когда близко смотришь, такие глаза, ну, маленькие такие, вот, какие-то вот такие, бравчики такие, вот, первый раз такой, чтобы вот, прям, глаза были видно медвежью. Так, издалека вроде бы, ну, издалека-то много, да, много, так. А вот, ну, где-то, там вообще, то есть, в лагерь выходишь, и там вот, ну, наверное, три медведи, там, медведица, два медвежонка, тут что-то ищут, там, рыбу, какую-то там, еще что-то. В общем, как пасутся, как вот какие-то, как овцы какие-то, или коровы там. А там много их очень много. Там столько много, это невестова река, вот, много очень медведей, то есть, они там, никто их им не мешает, Ну, вот, как на Шантарах этот Ролиховский-то снимают, прям, они гуляют, гуляют. То есть, какое-то место такое, где их не беспокоят, они там, еды много, они плодятся. Так же, как вот на Кавказе, вот, на севере, там медведица, дай бог, одного медведя, медвежонка родит. А тут они по три, по четыре медведя, то есть, она троих может родить, и один еще годовалый ходит с ней. То есть, такой, прям, целый стадо, можно сказать. Да, и они вот так вот, просто вот, еще зависит от пищи, наверное. А там, вот, наши северные бедные, хотя они не такие жирные, такие махины вырастают. Да, то есть, я думаю, что, в общем, есть им особо нечего, не то, что невестовая река, где там они рыбы, там, питаются полно, набирают жир. А тут думаю, как они, вот, для зимы набирают. Ну, вот, на Белом городе у нас есть, вон, и крупные, корешки. Да, а с горшкой, корешки всякие, да. Крупные выходили, да. То есть, они, вот, растительную пищу едят. А он же всеядный, да, он ест все. Все, да. Все, что только можно. Ну, как мы, практически. Ну, то есть, вы, когда вот, на лагере остаетесь, вы особо не боитесь? Нет, нет, ну, если, конечно, мне, как-то не нападало на меня, поэтому так, как-то мы обходились, в общем, так вот, можно сказать, так. Такого не было, вот, чтобы он, там, или бросился, или еще как-то вот так. А вы не скучаете по общению? Вот, я заметила, как вы выплываете, выходите в гости, ну, замечаете избушку там на берегу, да, там люди, то сразу, конечно, общаетесь с ним. Но вот ты, Сергей, почему-то никогда не снимаешь, ну, редко с моих людей стесняешься. Ну, как бы, интересно, что за люди живут, общаетесь. Ну, может, интересно, ну, знаешь, как, не все же газы, да, позировать. Вот из тех, кого встречали, там есть что рассказать об этих людях? Конечно, вот мне было интересно, когда мы встретили там, в Чаг, вот, в этой первой избушке-то, из Чагды жители, там, что с этой Чагдой стало, мы еще не приплыли туда. А Сергей, давай, давай, быстрее, быстрее, пока там, значит, погода хорошая, то есть, он как-то не дает даже поговорить. А вы бы хотели, да, общаться? Я бы там пообщалась, с удовольствием посмотрела бы, то есть, это расспросила бы его. А потом там местные люди, они всегда, то есть, вот, скажут, на что не ловят меня. Да, да, да. То есть, всегда, что они подскажут, так же, как на севере. Мы никогда не знали, как эту треску ловить. Потом поговорили с местными, значит, жителями, они нам сказали, что вот треска любят красную теряпку, там, вот, надо привязывать. Или красную блесну. Ну, на красную. Да, да, на красную. А Сережа, как-то, он вот считает, что, не знаю, мучает. Не знаю. Или может, неинтересно. Вот я ваши фильмы смотрела, то есть, как интересно людей просто. Они как-то свободно держатся, вот, все вот, интервью как-то. Ну, вопросы, да, вопросы. Там бывают привязанные беседы. Интересно же узнать, что они там живут. Ну, я видел, что у тебя, да, они практически в сети там все рассказывают. Потом разнообразие какое-то, не то, что мы там вдвоем плывем, но все-таки как-то вот человек, он расскажет, он здесь живет, какие у него там проблемы там. Ну, они, как правило, о проблемах это не в городе говорят. Ой, там все дорого, там еще что-то. Они как-то вот все-таки выживают и такие интересные случаи рассказывают. Вот, как нам на вас, этот, на море-то, Володя рассказывал. Да, да, Володя, я очень счастлива. Он пришел к нам в лагерь, значит, мы только пересекли первый морской переход, остановились, да. Вот, приходит, значит, рыбак из соседнего стана, мы его видели. Вот, ну, пока разговаривали, все. Я говорю, ну, я был бы тут вот в 98-м году, у меня, говорю, два хатареда на ростке, значит, отвезли сюда, на Керан, на базу. В 98-м? Да это ж мы были. Ты же еще нам, говорит, в магазине четыре бутылки водки купил. Я говорю, точно был такой, ага. Все помню. Ага. Да это ж мы, говорит, были. Так рассказывает, интересно, про этого, про утку рассказывал. А, про утку. А, про утку. Он говорит, что он убил утку, и она застряла в коряге там где-то. Ну, ранил. Ну, ранил, наверное. Ну, просто пошел вытаскивать ее. Пока он там вытаскивал ее, значит, вроде вытащил, и смотрит медведь тут совсем рядом. А он раз, у него ружья нет, ножа нет. И он, значит, в такой растерянности, он как запулил эту утку. Медведь, говорит. А утка же раненая, у нее еще там крыло вот так. А она крыло перебит, а она, говорит, летит вот так вот одним крылом. Он же так рассказывает. Медведь, говорит, такой уникальный, как рвайон, говорит. А я, говорит, в другую сторону за ружьем. Ну, способ, хороший. Да, да. Он говорит, знаешь, что... Ну, он хорошо рассказывает. Да, хорошо. Мы там рассказывали, как будто мы встретили, по-моему, Эвенка какого-то. Он говорит, ну, когда жить захочешь, неизвестно, чем проще. И уткой за пульсом. Вообще, так представить всю эту сцену, знаешь, как это... Нет, интересно рассказывают. Иногда такие случаи, просто мне вот и очень интересно, чем люди живут, как-то вот, как они в таких условиях выживают. Вот их... Да, да. Вот вы были же в федосельских местах, да? Раньше там были вот Эвенки, все. Вот сейчас вы встречали каких-нибудь, что связано с соленеводством? Вот практически сейчас. Вот мы-то, где мы встретили? Только вверху их кучуры вот эти приходили. Да, да. У них причем маленькое... У них там стадо все ничего. Солене из Нилькана, по-моему. Да, из Нилькана. Ну, то есть, говорит, с соленями совсем... То есть, сейчас совсем... Сейчас летит. Раньше колхозы... А, мы вот когда еще по Витиму тогда, они говорили, что когда вот 90-е годы там... Ну, это в среднем коллари. Да, в среднем коллари. И они вот... Им пришло распоряжение там, откуда-то из ЛНД, что они должны столько-то сдать мясо. И они все, всю стадо перерезали. Они прилетали, говорит, из этого, из чары, говорит, на гортолетах предприниматели искупили. У них всех оленей, соответственно, на мясо. Они даже себе ничего не оставили. Еще в соселке нет ни одного оленя. Также эта оленя для них же была и шасть, и в общем-то, ну, то есть шасть, и шкуры, и мясо, и все. А тут практически ничего. И вот только вот коммерческие какие-то группы, вот сами... Ну, не знаю, но вот на том же Сунтаре там много этих стад оленей, но они, как правило, частные все. Поделили между собой этих оленей, и все, вот они теперь частные. Приватизировали, наверное. Значит, вот тех людей, что вы встречали там вот в Паучуру, это не оленеводы, а просто ну кто, это рыбаки, кто там. Охотники? Это вот охотники, которые живут на охотбазах и содержат их в нормальном состоянии к сезону охоты. То есть они ждут, когда приедут, так сказать, дорогие клиенты охотиться, значит, соответственно, они поддерживают в жилом состоянии вот эти вот базы. Ну, может, и себе заготавливают. Ну, себе-то, наверное, на еду-то, конечно, в общем-то. А оленеводов нет только в самом верховье, вот практически возле дороги, в которой на рудник идет, в общем-то. Да, ну вот их там двое к нам заходило, и там какой стадо у них, чтобы 12 всего, в общем-то ничего. Вот они собирались кочевать, по-моему, как раз в Нилькан обратно. Да, очень вот такие отзывчивые люди такие, в общем, заботятся. Они там, то клей принесли там какой-то там. Да, клей намотали, заплатки какие-то. Да, чтобы заплатки были. То есть такие вот прям вот. Это, которые говорили, говорят, да, я бы тоже сплавляться пошел. Да, да. Ко мне и много, говорит. Да, и ко мне. Ну, вообще, вот вас видят, как они удивляются, люди, что вы так планили. Или там много народу вот так сплавляли? Нет, там нет, там немного. То есть в верховье хучуру вообще народу практически нет, потому что туда не попасть. Они говорят, наверное, книгу будете писать. Да. Так просто. Зачем там? Зачем просто так, да. Знаешь, книгу писать, да. А мы же говорим, ну, фильм снимаем там, а тогда понятно. Ну, вроде как заделан. Заделан, потому что так вот человек не понимает, зачем ты тут. Туда такой, да, тащиться. Понятно, там вот кто-то в артеле работает, заработки просто. Ну, просто, ну, нет работы, вот он приехал работать. А так вот просто за свои деньги, да-то. Да, да. Ты в таком условии. Я тоже встречал неоднократно, да. Да. Да, ну, а если так, вот тоже вопросы, каков бюджет путешествия? Да, там многие тоже спрашивали, да. Я им написал там, да, что за эти четыре месяца у нас пошло 177 тысяч. Вот, ну, это, так сказать, на круг совсем, то есть включая то, что мы в Томоте практически всю новую одежду купили, потому что были как рванье полное. Вот, ну, и нигде не экономили, везде брали такси, гостиницы, где только это можно было. То есть везде, где можно было ехать, а не идти и не тащить на себе, значит, соответственно, мы пользовались транспортом за деньги, конечно. Вот, я не знаю, что вот старатели нас возили бесплатно туда, в город, то есть по пути. Ну, непонятно. А все остальное, это все было за деньги. Вот еще интересно, вот этот сплав по Учуру, сколько там километров получилось? Там, наверное, порядка 700, я там смотрел. Порядка 700, вы сплавлялись, ты сказал, что у вас ходовые дней где-то 16, да? Ну, наверное, около того, да, месяц получился, да? То есть в день, получается, вы сплавляетесь километров на 50, это, да? Да, 50. Вот сложно это, как вот, устаете вы, нагребете, сколько вот, Нина, вы гребете там вот в процессе? Да нет, там просто течение, нет, течение, нет, там нет такого. Ну, потому что надо еще размяться, потому что когда, чаще надо останавливаться, потому что ноги как-то уже, когда сидишь, то... У нас хоть и удобно сидеть-то в лодке, можно ноги вытянуть там или как-то? Ну, сказать, на борт сесть, но все равно нужно частенько останавливаться. Да, потому что потом, когда долго сидишь, потом выходишь, не вылезешь. Как-то вот так, ну, в общем, не очень. Ну, так мы гребем ненапряжно. Ненапряжно, вот 50 километров. Да, спокойно, полтинник проходит, спокойно, совершенно. В течение такой сидит. В течение, наверное, сколько, ну, вот, максимум 6 часов в день больше ты не плывешь. В общем, дня 3, часа 4, 3 до этого, то того, 3 после, там, ну, еще и с перерывами, в общем-то. Ну, и течение, разумеется, да, потому что везде же практически течение. А потом, вот, там завалов нет, и такая река, в общем-то, она тонноводная. По сравнению с Маймаканом, это, конечно, мечта просто. Потому что Маймакан, он хоть и большой тоже, но он весь в завалах. Причем там есть такие завалы, где нужно сдуть лодку, значит, вковать в рюкзак и нести. То есть завал зарос уже лесом, а вот это все равно протекает. И там еще нужно найти, где эта река дальше, значит, в этом лесу выходит. То есть таких мест достаточно много. И это было давно, а сейчас еще хуже стало значительно. Вот, поэтому он, там тоже много рыбы, но он для сплава, он сложный. Да, вот, кстати, почему у вас хариусы не ловились? Удивительно, вообще-то там нет хариуса. Нет, на мушку только. Нет, на мушку. Мы поехали очень рано, и когда вот только дошли до этого дубты, он говорит, хариус только это, только начал подниматься. Где устье Бома, нас там угощали. А потом уже это как его... Он не спустился, что ли? Да, я не знаю. Почему на Учури не было? А на Учури теплая вода все-таки. На Учури, во-первых, вода теплая. Там все время ломился ленок, а что ты вот бросаешь, вот ты выбрала вот такого ленка. Ну да, уже нет. Ну и всего. То есть ленок первый берет. Да, да. Кто первый встал, того и съели. Ну да, да. Там почему-то ленков много, а вот хариусы там вот... Хариусы что-то не разу не ломился. Потому что у нас все время была блесна. Да, ну какие блесна ловили. Так мы и на блесну ловили. Да, готовы на вертушку в основном? Нет, на колебалку на самую, что не на есть. Да, какой удалось раздобыть. Как раз хариус меньше берет, тогда понятно. А потом он сразу большой. А потом, когда хариус, там надо маленькую совсем желательно поставить. Ну почему, она на четверку тоже берет. Ну, берет, берет, да. Но на маленькую как бы лучше. Да, так как у нас, чтобы удобно было бросать, мы брали по здоровью, тяжело, она летит, хорошо. Почему вы не используете плетенку? Она же надежнее, чем леска капроновая. Ну, можно и плетенку взять. Она как нитку может использоваться, правильно? Нитки. Хрепкая. Ну, так, просто. Ну, можно. Просто у нас все время будет. У нас какая была, так вы и взяли. Она лежала, лежала в вооружейке. Лету и взяли, как говорится. Надо, значит, в следующий раз это плетенку. Она покрепче, да, наверное. Да, плетенку надо. Но с другой стороны, вот Артур тогда приезжал к нам на дачу, у него была плетенка. И нифига треска на нее не ловилась. Хотя все то же самое, блесны одинаковые. Ну, может, она видит, это через фото. Ну, может, да фига знает. Ну, как бы я даже не заморачивался над этим вопросом. У нас ловился, ловился. У нас просто никогда не было вот такой вот рыбы. А вот такая рыба, она на любую леску вытаскивается спокойно совершенно. А вот установка лагеря. Вот, ну, плывете, там 50 километров, там, во-первых, да, я поняла, там не везде такие удобные террасы. И приходится вырубать место под стоянку. Вот сколько времени уходит на постановку лагеря? Нина, вот какие у вас, вы как-то тоже в этом помогаете? У вас распределение обязанностей? Во время постановки лагеря вы общаетесь между собой? Или у вас все на автомате? И как вообще происходит постановка лагеря? Ну, оно в конце концов доходит до автомата. Это само собой. Ну, то есть самое сложное, это выбрать место. Вот, когда, так сказать, раз вылез, два вылез, три вылез, посмотреть, значит, по ходу дела. Как только выбрано место, более-менее приличное, так-то оно сейчас автоматически идет. То есть первым делом, значит, мы делаем костер, то есть вот палку, значит, над костром, разжигаем костер, она берется готовить ужин. За это время, пока у них готовится ужин, я ставлю лагерь, и, как правило, к тому времени лагеря установлены, готовят ужин. То есть все это занимает где-то около часа, не будет. Даже вот с этим вырубанием? Ну, как правило, мы стараемся все-таки выбрать место, где не нужно ничего вырубать. Да, это вот были отдельные места, где-то имени, это поймали. Там очень удобное место, но там прошел горельник по карандашнику. Да, да, да. Ага, все это вот так вот упало, разумеется, вот такой вот толщины. Вырос следующий, значит, вот, ну и нашли полянку, где только, значит, вот этот карандашник. Ну, что, его попилил, выкидал в сторону, значит, и получилась поляна замечательная, еще и с грибами. Ну, в общем, где-то час, но вот в плохих условиях, ну, максимум полтора. Не всегда получается, чтобы на камнях костер, да, и тогда надо вот... Тогда надо обложить камнями. Все это вот дернуться, грести, песком засыпать, в общем, чтобы пожаробезопасно было. Поэтому на это долгое... Ну, это как бы входит в приготовление пищи. То есть я беру сделать... А теперь вот это кострище. А песок тоже выпрямлено, чтобы обезопасить. Да, вот это интересный момент. А в этом вот в чехле от печки, он у нас из кордура из тысячной сделан, это такая махина, значит, в общем-то. И вот насыпаешь там в него... Пару мешков разровнял, так сказать, по этому дернулся. Чтобы костер не прогорал внутрь вот этого... Да, да, это редко довольно. Там редко, вот у нас в какое-то место, там практически корневища, там березняк такой. Вот вообще нет, где поставить руки у костер. И там пришлось, в общем-то, все это вот выгребать и как следует засыпать даже не песком, а вот грали. Ну, там у меня два, наверное, были, потому что дождик потом пошел. Потом дождик так все это промочил, но главное, чтобы костер... Да, вот столько щебенки насыпаешь, и все... Хорошо, что это вот когда эта галька там, если... Ну, галька, если... То тогда тент не натянешь, если там вблизи ты, в общем-то... Ну, на кассеты неудобно вставать. Да, на кассеты, там вода подруга, да, и нельзя вообще. Да, на кассеты, да, нельзя, нельзя. Поэтому все время, вот, много времени уходит на то, чтобы вот именно костер. Я все время очень... Начинает таскать камни, туда, наши мужики, вот, в общем-то. Тщательно, чтобы это ничего не загорелось, в общем-то. Березете природу? Да, да, да. Ну, это да, да, конечно. И гасить, соответственно, когда уходишь, надо заливать, как следует. Тем более, у нас есть ведро. Да, у нас есть ведро. И, соответственно, ведром можно залить все, что угодно. И как следует, чтобы не разгорелось потом ничего. Да, то там часто, конечно, на Дальнем Востоке. Да, он без конца горит, да, да, не надо гасить. А вот тоже интересуется гнус, у вас там нет накамальников, там что-нибудь не было? Ты знаешь, вот в этом году почти не было. Вроде Дальний Восток там... Ой, в этом году что-то удивительное было. В прошлый раз, когда ездили на Коколарский хребет, там было страшное совершенно количество. Поэтому в этот раз мы взяли на комарники, где-то я взял литр, значит, целый. И почти ничего не использовали. На комарники вообще они их забыли, разумеется. А Деты там использовали маленький пузыречек такой вот, какой-то, по-моему, где перевалы как раз были. Там был немножко комарьер. А там вообще не было? Да, комаров не было, мошки тоже не было. То есть гнус как такового не было. Были только пауты, но это какой-то упериент. Ну, немного, потому что погода холодная была. Видимо, вот... Может, из-за холодной погоды. Холодной погоды. Или, может быть, из-за того, что там пожарищи были, может, часть этого. А так мы берем вот эту Дету, ну, какую-нибудь, какая покрепче. Значит, соответственно, я наливаю пару бутылок полулитровых. Они входят в трубу печки. То есть, когда внутрь в печку можно их пасовать, так сказать, чтобы это место не пропадало. Обычно этого литра хватает на целое лето. То есть, по маленьких пузыречкам разливаешь, а они в карманы. Ну, а на комарнике это уже как крайний случай, если уже совсем не в боготу, как говорится. Ну, вот этот год просто... Прям удивительно, да, хорошо? А уж на море там вообще, там, что, ходи себе голоди. А, да. Ну, там пекло такое было. Мы когда высадились, вот этот, второй шелелагер, у нас на море. Где угли-то вот эти. Там что-то по 37 еще припекло, так и не ветерка, значит, все, мрак. Ну, выкупались. Купались, да, выкупались. Ну, правда, вынуждены, потому что поставили лодку, значит, на якорь. Вот. Начался прилив. И он говорит, иди, говорит, лодку-то надо это подтащить. Я говорю, да я успею, я по лагерь ставлю. Она с Костромной возится. Ну, и потом, соответственно, вода подвылась, лодка на якорь стоит, там, значит, качается. Вдали от берега, в общем-то. Вот эта бескрайне приливная полоса. Я бы его сунулся, куда там, в болотниках, ну, вот так. Да, ну, правда. Еще и вылез в нее не сразу. Потом я смотрю сверху, да, он никак не вылезет отсюда, там же лодку. Ну, смотрит это. В общем, я знаю, что можно, значит, влезать в лодку с кормы или с носа, да, а тут не получается. С этой стороны у меня рюкзачи на здоровье, значит, что это не уцепится. Ну, так как лодка большая, то через борт прямо она не переворачивается и ничего не делается. Ну, в лес я поднял и подогреб до берега. Хорошо, вода теплая была. Сколько градусов? Слушай, я не знаю, сколько, но была теплая. Там же как? То есть вообще можно? Вообще теплая, да. То есть вот эта вот бескрайняя отливная полоса, она на солнце нагревается, вода заходит как на сковородку. Да, да, да. И теплая, да. И есть шумлетная. Муте много, там, конечно, был же глинистый. Вот, ну, в общем, очень теплая, да. Да, прям, ну, надо, что-то, что никогда такого, чтобы охотское было? Нет, было, но как-то распорка упала чуть-чуть, но оно это редкое явление, да. С того, что мелководие. Мелко-мелко, там берег мелкий сильно. Там вот с этим мелким берегом, в общем-то, неудобно. Если у тебя отлив застает где-то там в море, значит, то до берега-то далеко. Надо ждать прилив тогда следующий. Может быть, какие-то все-таки яркие впечатления, что-то вот особенное? Что-то вот вспомнится? Нет? Нету чего-нибудь такого, какого-то момента яркого от впечатлений? Ну, вот интересный момент был, когда между этих плыли, как это называется-то? Нет-то. А, да, да, такого никогда не было. Вот на море практически выехали, когда был отлив, отлив даже. Бывала она. Да, да, бывала. Вот. И вдруг нас окружили тюлени. И такое количество прям... И прыгают вокруг. Прыгают вокруг. Там какое-то не то это у них просто вот режбище там было. И они потом в море все нырнули. То есть мы куда-то попали. И как-то это, думаю, сейчас приверну к лодку, потому что они здоровые такие, в общем, там. Там такие когти. Да, когти такие. Так у них были. Да. И вот думаешь, как вот проплыть-то эту. Они ведь все заполонили. Такого количества никогда не видели просто. То есть море кишит. Да, кишило просто вот этим... То есть я вот пожалел, конечно, что я не закрепил камеру, как обычно, за этим. Ну, вроде потому что море же. Ну, что на море? Вот ты плывешь по чистому ровному морю. Ну, чего может камера снимать? А оказывается вот... А тут, значит, надо за весла хвататься, по идее-то. Пропученный момент такой. Момент был очень интересный. Да, интересный. Их много, наверное, что-то 20. И они, знаешь, вот как тильки вокруг лодки, значит. Да, прям вот тут там вывернет, тут там думаешь. То есть я стрелял в берег, в скалы, значит, чтобы был грохот вот этот. Вы их располагаете? Да, и они маленько от нас это... Нам это дали проход нам, да. Пару раз пришлось пальнуть, я говорю. Причем грохот был, конечно, уникальный совсем. Там голая скала, огромная совершенно. Вот, ну, она далеко, метров 200, наверное, но такое эхо оттуда было, значит. И вот они тогда. А так вот прям прыгают вокруг, знаешь, резвятся кильки такие, ничего себе. Да, а местный нам вот этот Володя, который охотник, рыболов-то-охотник, он говорит, что вы, говорит, смотрите аккуратнее, около берега проходите. Косатки, ну, здесь на кого-то напали, перевернули лодку, перевернули. Говорит, ну, смотрите, ну, здесь сейчас... Ну, они, правда, любят всегда прыгать, я знаю это, да. Косаток мы не увидели, а вот, удивление. И поэтому как-то вот уже сразу это среагировали на этого. Думаешь, надо же, столько многое. А вот когда в районе Шантархи я плавал давным-давно, вот, я даже видел кито, когда вот они эти фонтанчики пускают, представляешь, как интересно. Ну, это во многих фильмах есть. Ну, одно дело в фильмах, одно я самому увидел. Да, самому увидел это. Еще мне там потом эти рыбаки говорили, э, говорит, ерунда, говорит, ты, вот, в сентябре, там, приезжаю, у них здесь брачные игры, что ли, говорит, они, говорит, вопрыгивают из воды целиком, вот, тогда, говорит, зрелище. Ну, вот, а так вот, я даже не знаю каких, больше никаких у нас таких. Или просто уже она подзабылась, что... Ну, так особо ничего. Так особо нет, ну, такое обычное. А если бы вам предложили, вот, все что угодно, что бы вы хотели заменить в своем снаряжении, вот, если бы вам предложили, там, может, какую-нибудь, там, супер-пупер палатку или спальник, что бы вы хотели бы заменить? Да, чем ты даже знаешь. Ну, просто не знаешь, чем заменить. Чем заменить. Да, что можно. Ну, у нас вроде комфортно, все, все отлично. У нас единственное, что только она тяжелая. Да, да, если бы полегче было бы. Единственное, что я бы с удовольствием заменил, я бы пытался сделать вот эту вот разделку, она из асбестовой ткани. А, разделка для вставки, да, трубы от печки, да? Да, 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 то есть кусок. Там вот этот кусок, он для сварщиков, он тяжелый, это асбестовая ткань, то есть где-то у нас полкило весит. Вот, я пытался на стекло ткань заменить, но бесполезно выгорает вокруг трубы. Ну, и пока я не нашел никакого материала легкого и менее вредного, чем асбестность, чтобы это дело заменить. А так, собственно говоря, у нас практически все устраивает. Одно время я думал, этот нарезной карабин, что ли, купить себе, но потом думал, на уток с ним вроде не охотиться нельзя, там нарябчиков на тех же. Только что от медведей больше гарантии. Ну, как-то забросил эту идею. А так, в принципе, у нас... Ну, так что тяжелое, но зато это уютно, удобно, тепло, в общем-то. Да, тяжеловато это на стережении, конечно. Когда Марина показывает, что такое дело в торговле, такая палаточка, маленькая девочка. Мы с вами с нами, я думаю, целый как обоз. Ну, с арбом собра набирается. Это у нас хорошо, что большая лодка. То есть там все распихало в ней, значит, и оно как-то все свободно, еще нормально можно сесть, в общем-то. Вот, и если что-то нужно, еще можно погрузить, ничего особенного. Потом лишь лишние 10 килограмм взять, в общем-то, без проблем. Вот, ну, конечно, все это тяжело. Если на сплаве, то вообще без проблем совершенно. А, конечно, когда нужно вот допишу, там, да. Надо полегче что-то, да. Ну, там даже не столько, что вот полегче. То есть часть оставляешь в этой закладке на деревьях, а берешь минимум, тогда можно недельный выход делать, в общем, нормально. То есть там, когда рюкзаки, вот, скажем, у нее 15, у меня там 25, в общем-то. То есть на неделю мы спокойно возьмем продовольствие. Это вот, к тому же, если на Сундак на тот же ехать, то есть поставить там базовый лагерь где-нибудь в Верховьях и оттуда сделать энное количество выходов, там, по неделе, по две, значит, можно целый район осмотреть вокруг, поискать эти кости-мамонта, там источники кое-какие тоже есть. Экспедиция целая. Экспедиция, да. То есть это несколько другой формат, это не поход, как бы, в общем-то. То есть ставишь базу и вокруг нее. Ну, потом можем переместиться еще на базу, скажем, два вот этих вот этих базовых лагеря, от которых можно огромный район осмотреть, в общем-то. Причем, когда ты ходишь налегке, это же совершенно другое дело. То есть другое восприятие, в общем-то, и заснять можно больше, и рассказать больше, и больше увидеть. То есть когда ты идешь с тяжелым рюкзаком, тут, как бы, надо, главное, дойти, в общем-то. Тут уже как не до красоты особо, в общем-то. А налегке совершенно по-другому. Поэтому надо стараться больше, все-таки, выходов на легкие дела. Но для этого надо за лагерь ставить в лесу, чтобы, может, было все повесить на дерево. Ну, или хотя бы в том, вернее, где все-таки меньше мы видим, и они как бы это... Я обратил внимание, у тебя в палатке дна нет теперь. У меня раньше никогда не было. Это тент. Это в тенте нет. А в палатке у меня целиком. А в той палатке есть. У меня внутренне вот эта маленькая палатка, это, можно сказать, москитник. Москитник, да, да. Я могу и не ставить. Я смотрю, ты его не всегда. А иногда ставишь даже, ну, просто уютнее, немножко меньше продувается. А без дна легче натягивать на неровном рельефе. А потом, на самом деле, когда нет дна, то меньше конденсата. Все-таки через землю вот это... Ну, там, видимо, воздух еще как-то передает дна. Все-таки все равно, да, дышит. И можно... Там у меня же очень много места. Я залезаю, то есть я сначала бросаю рюкзак. Могу просто рюкзак бросить. Вот идет линия. Я могу под линией бросить рюкзак, тут же ставлю. Над рюкзаком я ставлю. И все, я уже, в общем-то, 3 секунды, и я уже в домике. И мне больше ничего не надо. Я только сбегала за котелком, поставила, и все. Я могу вообще не вылезать даже, если... Если ты внутри включаешь горелку, у тебя там тепло. Да, мне там сразу тепло, потому что нет ветра. А если горелку вообще тепло, и все, я там не очень уеду. Я когда на ледниках был, тоже горелку ставил в палатке, значит, и она, да, нагревает. Там, конечно, не то тепло, как от печки. Вот оно сильно отличается. Но все равно, то есть согреться все равно можно нормально. То ли оно сыроватое немножко, то ли что-то вот такое вот. Не, ну, конечно, там не так, как от печки. Да, но согреться можно вполне. То есть я ставил, так, знаете, два здоровых камня. Посредине, значит, вот эту горелку у меня бензиновую, значит, ну, и на ней там еду, а потом, значит, здоровый камень сверху кладешь, он нагревается. Все, горелку выключил, значит, ну, пока этот камень остынет, значит, в общем-то там тепло. А с этим, с полом, я не знаю, почему-то все же палатки практически, что продаются, они все с полом. Тут можно и в грязных сапогах, штанах, все это... В том-то и дело, да. Да, так удобно. Потому что если палатка с полом в этой грязи влезет, вся эта грязь останется внутри. А у тебя все равно пенка, коврик. Ты все равно на дно кладешь. Все равно у тебя... Мы еще берем, как бы, полок палатки, то есть, полтора на два кусок этой кордоры. Ну, да, можно чуть-чуть перстереть, конечно, да. Да, то есть мы ее кладем вниз, причем у нас же два слоя коврика получается. У нас четыре коврика с собой. Ну, да, вы решили. Да, ну, два, потому что кладется в лодку на дно. У меня один коврик, я в лодку на дно, и да. Он просто мокрый потом из лодки. Я его портянкой высаду. Для чего я портянки еще беру? Что-нибудь развешивайте, чтобы медведи не подходили. Я вам, например, с подветренной стороны, чтобы, если он вдруг подойдет, я иногда там... Знаешь, у меня там все равно рюкзак мокрый, там, он будет утром сушиться на солнышке, там, рюкзак или портянки, или носки, я оставляю, чтобы, если медведь, чтобы он не сразу в мою палатку уткнулся вдруг, а сначала в запах портянки. Ну, есть другой метод. Ну, этот метод я тоже использую. Это как правильно. Ну, то есть, если где-то рядом тропа проходит, ну, или вокруг, то есть надо пометить территорию. Не, ну, понятно, что тоже я в пусты хожу в ту... Да-да-да. Чтобы он сперва на этот запах наткнулся и понял, что человек здесь. Да-да-да, потому что самое страшное, если он... Случайно наступишь, да. Да, то есть он может от испугания, от неадекватной реакции. Нет, а мы же мотки как бы так не оставляем, то есть, если есть возможность, у нас же вот эти здоровые... Получается, у меня тоже там полно места. У меня все... Ну, это просто как... Ну, если у меня и так уже мокрый рюкзак, но он в лодке промок, и я знаю, что утром там будет солнышко, я его выкидываю, чтобы он там уже... Или там уже мокрые портянки, я его повешу тоже. Да, у нас был такой один случай, не медлеть, а вот это, когда мы работали, корова вошла в палатку. То есть мы на нарах лежим с ней, спокойно, у нас большой спальник, ну, что-то такое. И такие рога, значит, морда с рогами в палатке. Четырехместная палатка брезентная, огромная, значит. Она увидела, тоже обалдела, и умудрилась задним ходом выйти. То есть она рванула вперед, в палатке все, кранты, вот все бы разнесло. Умная корова. Умная корова, она тихонько задним ходом, значит, сдала обратно туда, в общем-то. А так даже эти палатки геологические, там же не молнии, ничего, они просто запахнут, потому что я камушком приживала. Вот она сквозь него пролезла, вот так вот. Не каждая женщина согласится на такое долгое, сложное и опасное приключение. Это про вас не... Это лодное, что там? Это там, да, часто пишут. Долгое и опасное. Вы не считаете? Нет, не опасно. Нет, никакой опасно. Надо бороться с трудностями и презирать опасность. Это чей день? Вон Виктор Кристукина. В стране не выучено ходить. По-моему, это оттуда. Это про нас. Полтора земляков. Ваши фильмы, как погружение в хорошую часть нашего советского прошлого. И хлеба, троюшки, и пепелька полна. Да вы не ругаетесь? Нет, мы деремся. У нас любовь, или драка. У нас не бывает среднего. Обычно, если в семье растут несколько детей, там, ну, в семье, то обязательно дети дерутся. Я все время спрашиваю. Даже брат, сестра, то есть, вот, у моих знакомых, там, сестра, друзей. Они говорят, конечно, дрались. Это, в общем, все. А то как же. А то как же. Да. Не важно, девочки-то, или брат и сестра, все равно, как в детстве. Поэтому осталось вот такое. Лучше подраться. Чем занудно что-то там решать. Ну, вообще, кто-то, наверное, как говорят, что один должен быть лидер, а другой подчиняться. Ну, вот когда две такие натуральные... А у нас не так особо лидеры. Да. Ну, мне кажется, Нину во всем прям положи весла, он тут же кладет. Нет, я подчиняюсь, да, конечно. Это кажется так. Да. Ну, так иногда. Это так кажется. На самом деле, у нее есть на все свое мнение. Оно всегда противоположно моему. Да. Да, это, наверное, каких-то там... Тут так, да. Налей мне тогда, что чуть-чуть. Полностью покориться не получается. Все время какой-то. А потом лучше, конечно, промолчать. Чтобы не вызывать гнев масс, как мама говорила. Да, как вам мама Сережина говорит, чтобы не вызывать ярость масс. И правильно. Да. Помолкиваете. Все просто. И будет мир в семье. Да. В общем. Мир в семье должна поддерживать женщину. То есть она вовремя должна закрыть руки. А вот мне там я встречалась с пограничниками. И когда меня в Уилене там уже вывезли в поселок, там начальник погранчасти приводит домой. Жена сейчас, муж, все, жена, все встречалась. И вот мы садимся, скажем, за столом. У меня почуют витаминами дефицитными и так далее. И я думаю, ну что же, вот там так вот, там меня что-то вот так не встречали, там какие другие начальники. Ай, блин, ну этот пограничник говорит, ну все зависит от того, да, все зависит от того, какой там в части начальник может быть там жена. Нет, все зависит от того, какая жена у начальника. Да, да. Ну а сейчас они уже все. Ну а сейчас есть какое-нибудь сновидение, которое ночь тебе уже 20 лет. Вот ты там был 20 лет назад на этом маршруте, я так поняла, да? Ага. А ты специально решил опять повторить, ну через 20 лет или случайно? Не. Ну просто я так продумывал, куда бы поехать. Нет, у тебя там был плохой фильм что-нибудь такой на старой камере. А на то и не было фильма туда. Или фильма не было, поэтому он решил фильм. За фильм. А, ты о фильме вздумаешь? Да. Ну вот по Уде, да, потому что там вот как раз этот второй фильм. А в ту сторону вообще фильма не было. Да и в принципе места интересные. А 20 лет нет. Вот старые туристы, они рюкзак Кабалакова все время. У них вот уже давно с тем. С палочкой все время. Да, с палочкой. Потом у них каркасный даже был. Они вот у них все потрепаны было, а все равно они с ним ходили. Они относятся прямо с пиететом к этому снаряжению. Потому что он с ним там покорял там глуху, или что-то. Или в этой штормовке, которая на ней практически живого места нет. Там одни заплаты. Все равно дороженькие. Вот оказывается, такое вот. У нас нет такого. У нас такого нет. А сейчас такие вещи, они изнашиваются. Они на сезон, дай бог, похватили. Я удивилась, что вы в этот раз покупали одежду. Да, он купил новые брюки специально в этом городе. Шумиканившие. Потому что я смотрю, у нас штаны кончаются практически. Все, то есть мы в трусах пойдем, в чагду. Все это вот как из этого перевала, между прочим, в лодке там их особо не изнашиваются. Мы там вот через эти завалы. Через перевал и завалывают. И завалывают эти. То куст там, то еще что-то. Все ободрались, ага. То есть вы купили обычное... А мы покупаем обычное. Хорошо, хоть что-то вы там были. Как ходишь дома, кто бы поехал? Нет, ну не так, конечно. Ну почти так. Нина, вот Семья снимает фильмы, выкладывает. Вы совсем согласны с тем, что он передает в фильмах? Или вам хочется, хотелось бы, что-то добавить? Может быть, где-то он не прав. Вот у вас есть возможность? Мне кажется, я несколько затянута. Я поэтому не вмешиваюсь. Потому что он все время потом, в общем-то, обижается, что когда я там-то ношу. Я не касаюсь вообще. А потом они, это фильм, они усыпляют очень. Вот релаксация такая. Все время, вот ты посмотришь. Он говорит, посмотри, я смотрю, смотрю, вода такая. И вот сон клонит. Поэтому я думаю, как вот всем интересно, значит. Он говорит, всем нравится, а тебе не нравится. Я говорю, нет, почему не нравится? Просто, я говорю, мне казалось бы, должен быть такой, более, такой, ну, более быстро, что ли. Вот небольшое уточнение, что она почти ни одного фильма не смотрела. Нет, он мне показывает. Он то, что снимает за день целый, он мне показывает. А потом приезжает и то же самое мне еще хочет показывать. Я уже все не смотрела. Ну, ты же сама просишь, вечером в палатке. Говорит, будет у нас кино? Я говорю, ну, конечно. Что за сегодня отсняли? Так как энергия у нас избыток, пожалуйста, значит. Он мне все показывает. Давай вечером просмотрим, чего мы, значит, отсняли. Поэтому вот зачем я буду тут смотреть? Мне животные интересуют, как вот они получились. Вот там, например, лось, как вот, когда вот он там... Ел под водой. Под водой. А что он ел? А там, ел, что ли, водоросли? Нет, водоросли такие вот практически, они как макароны такие. Длинные. Длинные такие. Вот на Севере у нас есть такие. Вот, а потом я еще прочитала, что у лося, оказывается, почему он так долго находится под водой. У него в ноздрях перепонки такие. И когда он погружает морду свою в воду, эти перепонки закрываются. И поэтому это... Он спокойно может. Да, он спокойно долгое время может быть. Ну да, он как голову туда окунул, и все, и стоит, и стоит. И потом он еще вот, он же спасается, сожгнулся так. Вот иногда видно только одни рога. Думаю, как только он может столько времени находиться под водой. А это за счет того, что у него вот эти вот перепонки такие. Я когда прочитала, так удивилась, думаю, надо же, как вот в природе все. Да, вообще зверя было много в этом году. Вот эти вот косули всякие, цветные, значит. И там, видимо, в верховьях этой воды там непуганное место. То есть людей практически нет, они не боятся. Он стоит и смотрит, и плывешь, и мне вот. Да, вот это. Мне не нужно вторую камеру, чтобы она снимала животных. И тебе, Сергей, еще какие-то моменты. Я думаю, что будет тогда вообще такое видео. А, да, наверное. Так что, такие интересные моменты какие-то. А потом вот жизнь животных, если там, например, как вот говорят, что такую камеру ставят, и вот как бы животные не видят эту камеру. И они, как это называется, я... Ну, в общем... А там был ролик на Ютубе, как Мельведь эту камеру разделал на части. Ну, здорово, давай. Нет, ну, так вот. Ну, просто как-то и подвесить так. Ну, это тоже надо столько времени. Этим надо заниматься. Заниматься надо. То есть, вот я всегда как исхожу из того, что вот у нас есть поход, путешествие по интересным местам. А фильм – это побочный продукт этого похода. То есть, это не главное. То есть, раньше не было камеры, но я уже точно так же ездил, мы точно так же путешествовали. Это побочный продукт. То есть, можно, конечно, сделать акцент, скажем, на съемку фильма. Но тогда ты не пройдешь такое расстояние, многого не увидишь. Ну, это как вот документалистик всякий. Вот они выехали на поляну, значит, и на этой поляне снимут целый фильм. И никуда больше не пойдут. И фильм будет такой же длинный, как у нас. Все то же самое. То есть, у нас разные задачи. Спасибо вам, что вы снимаете. Пожалуйста. Выкладываете. Пожалуйста. Делитесь впечатлениями. И надеемся, скоро снова увидим ваши фильмы. И больше участия в Нину. А что, весна не за горами? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.